Это один из самых смешных, если не самый смешной подкаст за всю историю подкастов на планете. Просто он очень интересным получился. Это приятного просмотра. Просто считаю себя, понимаешь, ну какой-то просто персоной, лепленной красоты руками Зевса. Мам, дай грант! Я до сих пор вытираю лицо тем же самым полотенцем, что и жопу. Я всегда в такие моменты... Знаешь, это вот все, и я с ними сижу, покуривая парламент этот. Ну, мам, ну хватит! Я, конечно, немножечко, знаешь, по другой части. Я села на спиды глупо. В каком-то масле. Эльдар, какой ты многогранный. Твои бездонные глаза, а в них печаль размером с море. Найти свою любовь не так уж и просто, да? Кто-то очень сильно занят и тупо нет времени, кто-то стесняется познакомиться, кто-то боится обжечься в очередной разу. Но все равно же хочется, чтобы рядом был любимый человек. Короче, хочу порекомендовать приложение для знакомств. Твинби. 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 Вот, наверное, вот такое вот. Как это называется? Мачете? Катана какая-нибудь. Катана какая-нибудь. Какая-нибудь такая хуйня. Вот, потому что я помню, когда мы даже дзюдо занимались, там тоже у папиного друга, который его тоже обучал, там висели вот эти вот мечи. Я, кстати говоря, помню одно применение. Вот это вот, типа, когда ты здороваешься, вот так вот на палец нажимаешь, и это болевой прием. А когда тебя сзади, если не дай бог, кладут с ноги на пол, нужно вот так вот удариться руками. Знаешь? Нет. Ну вот я тебе рассказываю, будешь пи***ться, будешь знать. Мне ни разу еще пока не пригождалось, ну потому что, понимаешь, такую лошадь хуйняешь. Но, тем не менее, особенно если на Кэбле 15 см, понимаешь, там вообще пи***я тянешься. Вот, но тем не менее, вот так вот делаешь, и у тебя тогда удар приходит не на спину, а ты амортизация происходит, и сразу же супер. Вот это единственное, что я помню в дзюдо. Я сзади оттуда, ну, к сожалению, у меня до черного пояса не получилось. Папа очень хотел, но он понял, что я, конечно, немножечко, знаешь, по другой части. А ты до какого-то пояса дошел прям? Ну, у меня белый, еб-то, самый пи***. Я посмотрел на два месяца. А я сказал, Лев, ну, ты можешь всех весом валить, а тогда весил еще, понимаешь, под 95. В принципе, там все были такие вот жухленькие, пухленькие. Пухленький был только я. Но я всех уебывал просто весом, знаешь. А правильно, неправильно, там же за тактикой следят. А я просто весом беру, валю его. Он говорит, помогите, помогите. И все. И я говорю, я не хочу эту тактику, ребята. Все, я ухожу и ушел. Подожди, у меня подарок за эту историю. Какой? У нас есть... Что это? У нас есть спонсор Poison Shop. У них есть сервис Unicorn. У ребят можно заказывать крутые оригинальные кроссовки по самым доступным ценам. Давайте покажем. И не только кроссовки, кстати. Ребята, посмотрите, что... А это что за красота? Письмо. Что-то написано. У Алексея Визлав. Ты подписывал? Красиво как смотрится. Ильдара, почему так жарко? Или я перевозбудился? Ты горячий. Ты горячий. Видишь, я просто плыву. Лицо просто хочет блина, блядь. Ну как красиво открыть? Подождите. Оп. Что здесь? Бумажка. Здесь. Дорогой Алексей, рады иметь честь пополнить твой гардероб столь интересным аксессуаром. Мы долго думали, какой подарок лучше подошел твоей утонченной натуре на швыр пало настоящее воплощение элегантности. Это я. Это я. Баба, блядь, это я. Скупчина. Элегантность. Искусство заключается не в созданном объекте, а в способности человека творить. Данный посыл заложил Диор в свою круизную коллекцию 22-го года. И кто, как не ты, в российском медиа умеет дрифовать по этим волнам творческого эпатажа, словно капитан, знающий, что ему нужно, смело держащий курс на свободу и яркое определение себя. Проявление воли и характера. Это кепи. Блядь, хочу же ее посмотреть. Короче, пиздует этот текст. Давайте же посмотрим. Сейчас сразу на голову не налезет. Большая, ой, маленькая. Это какая-то голова большая. Мама когда меня родила, я говорю, мам, были вопросы. Кстати говоря, ты знаешь, что я родился сразу с волосами? Ну, типа, не с такими, я имею в виду, а в целом, типа, с волосами. Реально, у меня фотка есть. Я тебе потом пришлю, тебе можешь прикрепить. Короче, я родился сразу с волосами, а девочка родилась с двумя зубами. Какая-то такая чернобыльская у нас была палатка, и все врачи такие, типа, сказали, блядь, что это за странная история. Одна с зубами, вторая с волосами. С волосами рождаются. Ну, нет, не с такими, как я. У меня прям можно было... О, моя блядь. Какая красота. Все, теперь полноценно. Покажи. А где зеркало? Ты посмотришь. Дай телефон. Да, я посмотрю. Блядь, ну красота. Буду разъебать. Друзья, а кто это у нас? Это Poison Shop и Unique. Poison Shop. Ну, вы угадали бы такие молодцы. Люблю. Спасибо. Буду знать, теперь я вас буду заглядывать. Эльдар, и тебе спасибо. Спасибо тебе. И им спасибо. А есть что-то вот в жизни? Ну? Почему ты можешь уверенно сказать, что у тебя черный пояс? По вождению. Черный пояс по вождению. А вот, хорошо. Вот твое самое главное оружие в самообороне, это что на твоем? В самообороне в жизни? В жизни, да. Слушай, мое главное оружие, ты знаешь, я думаю, я просто такой здоровый, что ко мне каждый раз, даже когда Рамсидь подходит, ну, ко мне никто никогда не подходит, начнем с этого, но просто ко мне, если подходить Рамсидь, ну, ты понимаешь, это как-то странно. У меня здоровая башка, посмотри на мои руки. Да, посмотри на это тело, на эти ноги. Я сам по себе такой вот, ну, не маленький, блядь. Ко мне вот это вот подходить, у меня всегда даже какие-то борцы, мои друзья, говорят, Лех, на тебя смотришь, вот ты вот так переебать можешь, даже не хочется подходить, понимаешь? Я говорю, да я вроде бы как бы, знаешь, ну, вроде как-то не супер, как-то что-то, но мне говорят, что я вот как-то это. Я против, на самом деле, всех этих вот историй. Я за дипломацию. Я всегда говорю, словом можно убить. Вот. Поэтому я всегда словами, но получается иногда так, что я очень сильно перебарщиваю, мне хотят уебать, еле сдерживаются. Вот. Это вот такой вот нюанс имеется. Но по самообороне, я думаю, что это слово, конечно. Я это понял в 14 лет, когда перестал расти. Эльдар, тебе не надо. Я тебе не представляю здоровому. У тебя все и так супер. Ты такой вот, знаешь, прыгнул в клатч и побежали. Мне вот это нравится. Это хорошо. Такие люди должны быть. Это супер. Сколько эмоций, сколько веселья, сколько всего у тебя. Все это супер. Я вообще в восторге. На самом деле, я вооружился словом. И я всегда говорю своим собакам. Уфу. Так. Я всегда говорю своим подругам, которые страдают из-за того, что они типа маленького роста. И я говорю, девочки, мои родные, не переживайте. Маленькая собака всегда щенок. Я говорю, ну, понимаешь, когда ты человек маленький, ты всегда выглядишь как подросток. В 50-е, в 60-е тебе не нужно гнаться за уколами красоты и за чем-то. Маленькая собака всегда щенок, как терьер. Вот. Поэтому вот так вот. Я хочу себе маленькую собаку. Не надо. Ну, я всегда... У меня ретривер, но он с родителями. И это все равно, блядь, ну, в какой-то момент он милый, потом он всегда клевый, но неудобный. Слушай, я не знаю, у меня две собаки же. Но у меня две собаки, они у меня такие рабочие, знаешь, типа, они у меня там в рекламах снимаются, во всяком таком. Это здорово, это весело, это прикольно, но я очень... Бля, ты монетизировал собачек. Конечно. Они у меня снимали уже для корма. Миша у меня снимался для корма, для шампуня, в журнале. Всем очень нравится его морда вот эта вот, знаешь, такая туповатая немножечко. Вот. Стеш пока еще не внедрил, но я на грани этого сделать. Она пока еще маленькая. А он уже, да, он у меня снимался для корма, там, для шампуня, для всякой хуеты. Вот. По телевизору его будут скоро показывать, но я не могу пока говорить в чем. Вот. Поэтому как бы и на ружке он должен висеть. Так что он нормально заколачивает. Нормально. Вот когда ты вот в такой профессии, рано или поздно понимаешь, что можно вообще все монетизировать. Слушай, да, но когда ты приходишь, блядь, на студию со своей собакой, и тебе говорят, спасибо большое, вы нам больше не нужны. Я говорю, в каком это плане? Приходит женщина, забирает твою собаку, у нее отдельная гримерная, где все абсолютно есть, вплоть до собачьего мороженого. Сидит ситер, человек, который поправляет все вот так вот. Человек, который следит за трипом у собаки. Да, человек, который, понимаешь, следит за ее трипом, и человек, который ее перед этим надрачивает, что ей надо делать, типа, знаешь, по точкам, по точкам. Круто. Я просто говорю, ребят, я говорю, можно, пожалуйста, мне тоже так хочется, но можно, пожалуйста, условия лучше, чем у меня. Можно я хотя бы послежу, что с моей собакой там делают? Потому что, знаешь, я как бы немножко не ожидал, что там такой подход к животным. Прикинь? То есть, знаешь, там это самое. Насрало в углу, закопаем. Вот, а там прямо, знаешь, все по-взрослому. Как мы вот для МТС, помнишь, снимались вот так вот. Да. Прикиньте бы, вы летите куда-то на съемку в другую страну с собакой, она в бизнес-классе, ты в экономе. Так это мой way of life, блядь. У меня собака иногда зарабатывает больше, чем я вместе. Я иногда сижу и думаю, Мишенька, ты такой хороший, только не умирай, понимаешь? Да, что тут сказать? Могу лишь добавить, что авиасейлс это сервис для покупки дешевых авиабилетов. Я тебя люблю, обожаю. Ты моя любовь, нежность, моя самая любимая собака из Теши тоже. Но, Мишенька, ты только не умирай. Все, я вам всегда так говорю. Я точно заведу себе теперь собаку. У меня появилась цель не только в друге, надобность не только в друге, а еще и в новой звезде. Я тебе могу сказать эту фразу, у меня знаешь, откуда появилась? У меня бабушка моя покойная всегда говорила одну и ту же фразу. Неважно, к чему, просто в целом. Ой, ребятки, знаешь, я брала вот так вот за руки всех, а мы сидим как бы за столом с семьей, там дети, я, ну все как бы собрали. Ребятки, такие мы все хорошие с вами. Как жалко, что когда-нибудь умрем. Ну и дальше продолжала, знаешь, что-нибудь говорить. И все сидят как бы уже, знаешь, уже вечер как бы испорчен. Как бы вроде бы. Дорогие гости, жопы не улоси, чай до хлебовым уебываем, понимаешь? Вроде как бы все только началось, вроде бы уже и закончилось, вроде бы уже и посидели, понимаешь? И каждый раз, и даже на похоронах говорили о том, что вот как она говорила, все когда-нибудь умрем. И все такие, ебтима. Не спи, ой, не спи. Да-да, не спи, понимаешь? Я стою, думаю, боже мой, пожалуйста, хватит. Это черный юмор, я больше не выношу его. Вот такие вот дела. Такая вот у меня семья интересная. Блин, это очень смешно. Это ужас. Это ужас, но я не знаю, какие эмоции испытать. Слушай, ну без черного юмора жизнь, я не представляю себе жизнью. Как когда мой папа, например, у нас там что-то случилось, он говорит, ну что вы все расстроились? Похороны, тоже праздник, там все, еда и тамада. Я говорю, пап, пожалуйста, ты просто издеваешься, хватит. Я говорю, ну ты прикалываешься. Даже для меня это тумач. Я говорю, хватит, реально. Папа у меня всю жизнь, я в папу. Он, ну типа, он всегда так шутит, типа, ни на чем не запариваться. Я недавно думал о том, что каждый артист, ну, хочет коммерческую песню про день рождения, хит, который всю жизнь тебя будет кормить. Какие у нас, хорошо, давай вспомним, какие у нас песни коммерческие для тебя самые. Я вот сейчас просто не могу вспомнить. Вот Ирина Аллегрова. Топ-1. Потом есть песни в других немножко настроениях, таких немного минорных, добрых грустей, типа, ты погасила свечи, закатала журнание. Да, да. Это песня «Хамелеон». Она как бы может быть и веселой, но и грустной. Это добрая. Погасила свечи бабка, да? Ну вот это, понимаешь, да? Загадала желание. Ну да, вот так, как это чувак. Ну да, она может быть и на праздник, и на похороны. Хорошая песня, согласен. Хочешь написать такую же? Да. Да, чтобы она везде, и в пир, и в мир, и в добрые люди, понимаешь? Согласен с тобой, хорошая. А вот песни для похорон, нет уже песни для похорон? А я не знаю, у нас обычно ничего как-то не ставят. Есть. Тут-ту-ру-ру, тут-ту-ту-ту. Нет, у нас нет. Нет, у нас нет песни для похорон. Кстати говоря, Эльдар. Займусь этим. Занимайся этим. Вот, Эльдар, я всегда говорю, поспеши следить, не говори Богу о своих планах. Понимаешь? Вот уже сделали, как бы. Вот хуй знает, увидим теперь или нет. Друзья, ну не будем. Может быть, вырежем, чтобы никто не сгладил. Три раза постучали, через плечо плюнули, все, заебись. Ты свой верный человек, кстати? Да, я очень суеверный человек, потому что я верю в некоторые вещи, например, если птица стучится в окно к смерти, это я верю в это, потому что у меня был случай, когда умер человек, когда стучалась птица в окно, вот в это я верю. Верю, что если вернуться домой, нужно обязательно скорчить рожу. Дебилизм, знаю, но тоже в это верю. Верю в рассыпанную соль, поэтому я ее всегда сразу же сверху насыпаю сахаром, понимаешь? В такие всякие вещи, да, я верю. Но это, знаешь, это психосоматика, потому что я сам себя задрачиваю и сам в это верю, и сам по итогу как бы и сам себя накручиваю на то, что это вот может произойти. Так-то на самом деле не знаю. Вообще, человек, который религиозный, я недавно об этом узнал, потому что никогда не задумывался, мне сказала бабушка, человек, который крещеный, он не может быть суеверным. Ну, типа, нельзя так. Я не знаю, почему она так сказала, потому что это как бы неправильная история. То есть человек, который религиозный, который так крещеный или какого-то не было еще, он не может быть суеверным. Так ты выбираешь что-то одно для себя? Ну, то есть, как бы, я не знаю, почему она так сказала. И моя вторая бабушка мне тоже так говорила, что нельзя быть суеверным, потому что ты крещеный. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что это одно другому не мешает, но это, может, какой-то грех, там, не знаю. Люди, которые разбираются в этом, скажите, почему это. А может, имеется в виду, что ты уже как бы под защитой, и тебе нет смысла это все делать? Как вариант. Ну, да, просто как вариант на подумать. Астрология имеет место какое-то вообще в твоей жизни? Вторая астрология? Да, у нас есть люди, которые этим занимаются, и то, что пока мне раскладывали, у меня есть подруга, которая этим занимается, то, что она мне раскладывала, реально сбывалось. Реально сбывалось. Я не понимаю, как это работает. Не понимаю тоже. Честно, для меня долгое время девочка, которая спрашивает на свидание, кто я по знаку зодиака, или более хитро, типа, когда у меня день рождения, ну, какой-то как будто красный флаг. Потом я понял, что большинство людей... Я такой, ладно, ладно, блядь. Я тебе могу сказать так. У меня подруга разложила мне картишки. Тут недавно мы сидели, читали книжки, раскладывали картишки, понимаешь, семечки лузгали, вся эта хуйня. Вот, я говорю, давай раскидаем. А там же, понимаешь, какая тема? Когда человек раскладывает таро, ты должен что-то получить от меня. Либо пять рублей, либо что-то. Ты не можешь просто мне разложить, потому что иначе ты заболеешь потом. Вот, и тоже тонкие такие, тонкие нюансы магии. Вот, она мне раскладывает, говорит, жид. По нитечке бежит. Я говорю, что ты хочешь мне сказать? Она говорит, Лех, вот у тебя квартира будет, вот в ближайшее время. А у меня в планах нахуй квартиры вообще не было. Я говорю, тебе до такого быть не может, это полный бред. И тут совершенно случайным образом, я что-то листаю сайт, понимаешь, хуйни дую, рубрика. Смотрю, ЖК, понравился. Приезжаю, за один день покупаю квартиру, просто как в тумане в каком-то. Влез сейчас, блядь, в ипотеку, оно мне надо, понимаешь? Оно мне всю жизнь, говорю, я против кредитов, я считаю, что ой, в пизду, потом коллекторы колени ломают, я не хочу. Мать отца всех застреляют, блядь, там. И в итоге сам говорю, да, давайте ипотеку в пизду. Под сколько процентов? Под 12, да похую. На 30 лет супер. 150 миллионов переплачу. Да вообще деньги, это бумага, блядь. Сейчас напечатаю, понимаешь? И все, как бы, сейчас сижу и думаю. Круто, потому что я понял для себя, что бабки должны работать. Да. Потому что если бабки лежат и складируются, как, например, моя бабушка всю жизнь... Это бабки на пенсии уже? Бабки на пенсии, понимаешь? Бабушка у меня два раза в жизни складировала деньги. Первый раз был дефолт, второй раз ограбили. Я говорю, нахуя? Понимаешь? Умерла, не потратила. Вот. Поэтому как бы вот в этом ситуации, я говорю, деньги должны работать. И когда ты платишь ипотеку, определенную сумму, ты понимаешь, что тебе нужно потрачить, потому что если не будет определенной суммы, то как бы ты уже заплатил частично, и твоя квартира просто уйдет какому-нибудь деду, понимаешь? Или кому-нибудь там, кому бы ни было, банку. И я поэтому понимаю, что бабки должны всегда работать, блядь. И больше не экономлю. Не жалею ни о чем. Поели на соленых укурцов, не жалею ни о чем, блядь. Понимаешь? Я до сих пор считаю, что надо... Я не могу откладывать. Нужно мне это делать? Я не хочу откладывать. Я хочу здесь и сейчас получать приколы. Ну да, ну блядь. В плане вот ты снимаешь, например, дом сейчас. Тебе не кажется, что ты много денег платишь? Ну уже да. Уже да. Я в аренду за всю свою жизнь осознанную, сколько живую там, не в родительском доме, я заплатил за аренду две квартиры примерно. Как будто бы, да? Отдаешь дядям. Да, ты зарабатываешь больше, хочешь жить лучше, у тебя там, когда доходит аренда до 300-350 тысяч в месяц, ты такой, ну можно как будто бы уже проипотеку задумался. 10 месяцев 3 миллиона 500, да? Год 4100, 8200, 13 и так далее, понимаешь? 9, 10, 11, 12. Блядь, 12. Похуй, я взял ипотеку, блядь. Я люблю переезжать. Я люблю это чувство. Ну блин, должен быть свой угол, потому что в любой момент тебе придут и скажут, Альдар, прости, пожалуйста, пройди в клач и уходи. Все, понимаешь? Вот вся история. Сколько пытались, не получилось. Да-да-да, понимаешь? Я просто, я очень люблю это чувство, когда ты, как будто начинаешь новую главу. Ты переехал в новый дом или в квартиру, и такой... Еще один понедельник, блядь, только в недвижимости, понимаешь? И каждый раз, ты каждый раз заезжая в новое место, думаешь, здесь у меня будет просто ахренительно, ни соринки, ни пылинки, ни блядь. По итогу на следующий день просто все в говне, блин, но мне все равно получается, каждый раз, когда я переезжаю, у меня новый этап какой-то. И это работает. Сейчас какой этап? Это психоэффект, сейчас лучший этап в моей жизни. Я чистый, трезвый, в доме, тусовка не нужны, все работает, все классно идет. Клещей на участке нет. Больше знаешь, чего у меня нет? Я пишу так много материала, и я больше не включаю демки на каждой тусовке, чтобы услышать одобрение. Блядь, это была лучшая моя вечеринка. Блядь, Эльдар, это была лучшая вечеринка, я хочу ее повторение, когда ты включал демки Юльки, девочки наши, мы с Настюхой просто как бы, блин, мы не готовы сейчас просто посмывать мейкап. Это лучшее, я скучаю по этим временам, но мы к ним вернемся. Ну, может быть, когда-нибудь. Ну ты что хочешь сказать, что ты взял прямо Аскезу на всю жизнь? Ты хотя бы, если так делаешь, хотя бы Аскезу бери, потом уже все воздастся. А я не знаю, как это назвать, короче. Просто мне здорово, я взял... Надо говорить, я беру Аскезу, например, там на три... Я не могу так говорить. Я не беру Аскезу ни на какие дни в пи***ю. Короче, ты должен так... Сейчас не понимаешь, потом прилетит, б***ь. Я сейчас подумал, что вот будет залетать, например, в топ-чарт, в десятку трек, тогда бухнул. И думаю, еще какое-то придумать. Ты когда вы скачете материал, все написал, как с деньгами, все лежит пылиться, понимаешь? Нет, сейчас будет... Сейчас выходит до хера и будет больше. Сейчас будем ра***ть все трек-чарты, нахуй. Я думаю, создать кучу альтер-эго, чтобы хоть что-то залетело, чтобы я бухнул. Ты хочешь быть как Баста? Ну, я начал как Баста, типа у меня было... Но все это было в юмористическом ключе. Вот у меня тут Ахрип есть, тут деревенский чувак, здесь я попробую пописать песен. А тут... Какой самый успешный? Самый успешный... Ахрип. Это я красил бороду и говорил с акцентом. Точнее, это был не я, это моя кавказская часть. Эльдар, какой ты многогранный. Да вообще просто... Как я, понимаешь, там гопник, тут, блядь, сижу. Да, вот, кстати, вот это самое... Вот ты вызываешь диссонанс лютый, ты на тебя смотришь, думаешь, блядь, ну, что за... Какой-то баба, блядь, сейчас зайдет, зайдет, раскидает, типа, блядь. Ты только открываешь рот, такой, ой, меня сейчас ударят. Не, ну я, типа, так стараюсь уже не делать, потому что я реально, меня очень боятся, когда же, когда я приезжаю на съемку, Алексей Романович, все нормально, все мясная тарелка. Я просто спрашиваю, типа, я говорю, слушай, а кто тебе нахуй сказал про мясную тарелку? Говорю, зачем она мне здесь нужна? Зачем этот сыр? Что это вообще такое? И они стоят, молчат, говорю, а кто это сделал? Ваш директор Евгений. Я говорю, Жень, я говорю, ты что такое? Мы что, концерты в Сочи даем? Я говорю, я не понимаю, мы где вообще? Что это за история такая? Я говорю, убирайте это все, не надо мне. У меня теперь только фрукты. И лосось на пару, опять же, с чего вдруг лосось на пару? Я его ненавижу. Но он все равно есть. У меня тоже на каждой съемке весь мой райдер, и он всегда остается почти нетронутым. Я так поклевал орешков, ягодок и такой... Я бухло не разрешаю. Я потому что могу выпить там типа тыры-пыры. Нельзя. Засасывает. Бля, ты был в кадре пьяным? Нет, ни разу. Я очень сейчас топорю жестко. Круто, круто. Потому что, когда ты в кадре пьяный, начинается уже, знаешь, такое типа из серии мне море по колено, тут скажу, да ты пи*** вообще, знаешь. Ее, она пи*** и мафию пи***. Вот так, понимаешь? Ее, отец твой пи***. Всем спасибо, я ухожу, волосы назад, понимаешь? И по итогу, как бы. Извините, пожалуйста, можете это? Песня спе, эта девочка раздета, села, понимаешь? Не на стулу на шконку, бля. Вот и вся история, понимаешь? В тулупе, бля, с цветком. Откуда у тебя все эти, все эти... Фразочки. Фразеологисты. Я тоже сейчас с этим же вопросом чужу. Ой, да я просто это самое вечно в каком-то быдлокруге воспитывался, блядь. Потом уже, знаешь, когда попал в культурное пространство, понял, что не мое, не могу. Очень жеманно, ну прям даже более жеманно, чем я. Ну прям, ну все, ну прям вот, знаешь, вот это вот, понимаешь? Но это же все равно, это пи***, это попа, вот это вот все, это не пизда, это жопа у меня, понимаешь? Все попа, все вот это. Я думаю, ой, вы знаете, не сегодня. Романна Каренина, все вот это вот, я думаю, ребята, так мне интересно, не могу, давайте просто нажремся, устроим дебош, понимаешь, спиздим тачку, блядь. Ну нет, так, мы не делаем, разумеется, это просто прикол, угар жесткий. Я угораю. Вот, ну короче, в таком, в таком ключе, чтобы было весело, было что вспомнить. Они вот эти, понимаешь, эти вот высоко какие-то светские разговоры, мне прям тошно, нахуй. Они же до какого-то момента такие, пока все не напьются. Они постоянно, потом они напиваются, начинают мериться хуйами, у кого сколько картина больше стоит. А вы знаете художника хуй пень, хуй пень? Я говорю, нет, я не знаю, так вот же он. Я говорю, супер, и у меня есть такая же картина за миллион долларов. Я говорю, отлично. Я купил ее за 10 тысяч, теперь она стоит миллион. Да, понимаешь, вот это все. Я говорю, мне вообще не интересно, я вообще не увлекаюсь, я в Икеа себе рамочку купил, где семья счастливая, знаешь, поставил, это мои родители, знаешь, рубрика, и все за хуй. Все, в этом мое искусство, другого мне не надо, понимаешь? И все, не люблю, не мое. Люблю грязь. Расскажи про грязь. Что было, что у тебя, есть какая-то история запоминающаяся про дебош? Блядь, про дебош прямо? Слушай, про дебош нет, первая история, ну блин, у меня был дебош с родителями только. Ну, если прям не про дебош, а прям вот, что я прям вот это, пух и перья, блядь, летели, знаешь? Я, у меня была тогда еще красная ауди опять, по-моему, я тебе рассказал эту историю, не рассказал. Красная опять у меня была, мы с тобой были знакомы, когда у меня еще была красная спортбэк, клюкву, блядь, с белыми сиденьями, блядь, с турецкой, не знакомы были? Вот, короче, значит, мне нужно было коллоквиум, знаешь, что такое? Дождь до сих пор, не знаю, ну, короче, я уже не уверен ни в чем, ну, все, запей, вот, и я, короче, все, я прихожу с тусовки в час ночи, все нормально, специально, все, я знаю, что в 9 утра встаю, мне нужно на коллоквиум, потому что этот коллоквиум, он у меня, как бы, ну, допуск к главному экзамену моей жизни, собственно, ради чего мы потрачили, понимаешь, тратили свои нервы, ходили, можно пересдать, вот это вот все, лизали всем жопу, ой, последний хуй с перца доедали, ну, и, короче, вся вот эта вот история, значит, я сажусь в свой кичман, и думаю, все, я доезжаю, а у меня, знаешь, на ауди был такой интересный привод, такой, не врут, не в жопу, он, типа, передний, но, сука, подключаемый, я, типа, думаю, что за дерьмо, в смысле, передний, подключаемый, типа, задний тоже, я думаю, ну, все, такой снег, знаешь, типа, такой, ну, только заперсила дорогу, как бы, кажется, такая бордюр-мудня, знаешь, такая треугольная, и я просто понимаю, что тачка несется, и я как бы, ну, просто, ну, ничего не могу с этим сделать, понимаешь, съела раньше соленых огурцов, ничего не жалею, понимаешь, рубрика, и все, я просто думаю, да и пи***ь, просто лечу на этот бордюр, у меня все, знаешь, как в замедленном движении, я думаю, сейчас будет удар, надо как-то вот себя вот здесь, как-то так, и я так, оп, и бум, знаешь, так я думаю, и окна что-то опустились, я думаю, че за х***ь окна опустились, че за х***ь, я говорю, мне холодно, снег, окна опустились, и не поднимаются, я думаю, че за х***ь, окна опустились, и не поднимаются, на улице снег с дождем, снега дождь, знаешь, такая, максимально тот самый пи***ь погода, знаешь, та самая крыса, я просто типа думаю, че такое, начинаю, бум, 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 думаю, ладно, все, ну, что-то на машине, думаю, все, поеду, даю по газам, а у меня тачка просто на бампере, я думаю, что такое, колесо, видимо, что-то подспустило, выхожу, у меня просто одно колесо в жопе, второе в Европе, ну, просто рейка передняя, хуй об этот бордюр, потом, пум, и вот так вылетело, и машина просто на бампере, я думаю, ах... что делаю я, время 8.30, у меня в университет, думаю, супер, пишу одногруппник, говорю, ребята, думаю, не буду писать, что разъебываю в машине, говорю, ребята, у меня семейная ситуация, ну, как-то, знаешь, думаю, что уже случилось, думаю, что уже случилось, у меня могло... Прабабка умерла, да, умерла, по факту, по факту, не притяню, не притяню, говорю, прабабушка при смерти, я с ней жду маму, типа, думаю, супер идея, все, я не напи***л, типа, знаешь, ну, чтобы себя, знаешь, как-то не это самое, а то, когда ты говоришь, что кто-то умер на живого, как-то вот не очень, знаешь, вот, я думаю, все, все, супер, все отлично, вот, сажусь в таксишку, а, и самая интересная картина, я выхожу в Луи Витоне, у меня, я еще, знаешь, машина почему-то тоже не закрывается, у меня сзади сумка Луи Витон и спирил Луи Витон, и я в соболиной шубе в такой вот, под винтаж, у меня здесь кашемир, здесь соболь, и я выхожу, знаешь, 100 метров 80-70, и красный клюк, ну, не на полном параде, на таком, знаешь, на около фрэша, все, открываю это, все, беру две сумки Луи Витон, сажусь в такси, и едет бабушка на работу, не ту, которая сказала, что при смерти, а моя бабушка, не прабабка, а бабушка. Она говорит, Алеша, я не понимаю, это твоя машина? Туз. Я говорю, какой туз? Туз. Ну, туз номера. Я говорю, бабушка, у меня номера туза, я вообще даже не знал, что у меня номера туз, типа, знаешь, ну, типа, туз, блядь. Ну, не очко обычно губит, а к 11 туз. Я думаю, блядь. Я говорю, бабушка, да, это моя. И бабушка просто берет и скидывает маме видео, еб твою мать, на своем андроиде, она как-то допедрила. Всю жизнь, знаешь, вот есть две вещи, которые меня поражают в пенсионерах, всю жизнь. Первая, пенсионерки, которые вечно говорят о том, что нет денег, отдают мошенникам по 200 миллиардов рублей. А вторая, бабушка, которая мать родную, понимаешь, которая вечно, помогите, пожалуйста, как позвонить? И ты просто набираешь, и вот бабушка, здесь зеленая иконка, просто нажми сюда, потом вот сюда, смотри, зачем ты купила себе сенсорный пенсионер. И тут она 3D-модель скидывает машину, сделала. И тут она просто, знаешь, в киноэффекте начинает скидывать моей бабушке вот так вот. Наташа, ты посмотри, что за хуйня. Пи***. Я еду в машине, в таксишке, звонит мама. Леша, я не поняла у тебя. У меня просто, понимаешь, машина простояла уже, типа, минут, наверное, 40. Мы ехали, типа, я опаздываю. И машина вся внутри уже в воде, она вся мигает. Ну, потому что у Ауди, короче, есть такая тема. Когда в воду, ну да, там, типа, вот так вот куда-то, опускают эти стекла для того, чтобы ты мог сразу же выплыть там, ну, система безопасности такая. Она подумала, что я вообще в воду в еб... Ну и, короче, все, я ничего не закрывал, ничего не работал. И мама увидела всю эту картину, она на меня орала, позвонила папе, они орали на меня вместе, я потом перестал брать трубки, колоквием вот так. А, е**ть. И я на всей этой ноте... В чем дебош? Я на всей этой ноте приезжаю в университет, на всех луи-виттонах, сабалях, кашемире от меня пахнет псиной, потому что кашемир намок, ты знаешь. Всю хуйню, типа, максимально. Бабка научилась пользоваться камерой. Еще один шпион в семье. Мать орет, отец пи***. Все, короче, я ненавижу этот мир, понимаешь, я его отменяю. Сука, прихожу. Прихожу к моей преподавательнице, Алине Алексеевне. И, значит, она говорит. Ну да, ты все сдал. Давай зачетку. Я говорю, кого? Давай зачетку, ты все сдал, все молодец. Я ничего не читал, просто, знаешь, как обычно, первая страница. Лена, Петя. Лена, Петю, Петя, Лену, все отлично, супер. Да, да, все супер. Знаешь, в таком вот стиле. Никогда ничего не читал. Все как-то быстро, главное, уверенно говорит, знаешь. Она говорит, давай свою зачетку. Я говорю, родная, зачетка у меня в машине. Она говорит, я тебя к экзамену без зачетки не допущу. Сучья вымя Я, значит, разворачиваюсь На таксишке Опять, а у меня, знаешь, университет такая, знаешь Дорога кишка, блядь Машину, разумеется, уже эвакуировали За 3-9 демель Я приезжаю, значит, залезаю Машину поставили на какой-то такой вот Знаешь, типа, одна машина стоит, сверху вторая И сверху третья, я такого никогда не видел Ну, типа, чтобы компактно они стояли Я приезжаю, говорю, где моя клюква? Что? Я говорю, блядь Красная машина, номера ТУС, где они? Показывает мне, говорит, залезай на стремянку Я залезаю, блядь, на стремянку За этой ебанкой Книжкой, беру ее, поворачиваю голову Стоит моя мама и бабушка Алеша, вот мы с тобой хотели поговорить Я говорю, мама Я говорю, я прошу тебя, я с двумя сумками Луи Виттон, в этом Кашемире В этом Соболе Сегодня потерял два колеса у машины Приехал сюда, стою на стремянке Чуть ли не раком, забирает свою эту ебанку Книжку, я говорю, чтобы доехать сейчас до университета Когда все уже все сдали Чтобы мне поставили этот зачет Мне допустили экзамен Я говорю, пожалуйста, идите обе Я говорю, правда, пожалуйста, девочки мои Я говорю, встали, собрались Прыгнули в клатч Я говорю, реально Вот, мама позвонила папе Папа позвонил мне Я трубку не взял Вот такой вот дебош у нас был Где-то примерно два дня мы не разговаривали Потом починили машину И все как-то стало на своем месте Понимаешь? Это было, знаешь, это был такой Это был такой день с мразью Знаешь, я просто вот как бы Это было просто, знаешь, такое вот Я просто вспоминаю, что я сейчас завел Хочешь уже позвонить, понимаешь? Всех посадить в клатч опять Я уже больше не могу это терпеть И Жур, я никогда не видел такого вот цвета на трое в лице Я взрываюсь просто страшно здесь за кадром Это ужас Это невозможно Кажется, у меня давление найдет Никогда не было, можно только стопозикой садить Ну, короче, все Вот такая вот главная история Я связываю это с тем, что я перестал потреблять алкоголь И, как мне доктор сказал, у меня желчь Ну, не уничтожается теперь желчь И меня обсыпало пиздец Жестко У меня никогда не было столько прыщей Я сдаю кровь Ну, это чистка Это чистящее А что так долго, блин? Слушай, ну если ты так решил заниматься своим здоровьем Я просто на самом деле такой человек Что я, например, ты знаешь, я бухаю как бы Вот, и у меня нету какого-то определенного стопа Выпьем сегодня? Похуй выпьем сегодня Сейчас мы сидим у театра Мы говорим, ты будешь что-то выпивать? Или там твои ребята говорят, будешь что-то выпивать? Я говорю, слушайте, ребят Вообще не проблема бросить руль, блядь, сука Но за город 40 минут водителя ждать Понимаешь, что это вот, ёпта, на колясках Я говорю, я не хочу Вот, только вот это меня остановило Поэтому у меня, кстати, до сих пор нет водителя Потому что водитель, это всегда Ты сказал, я сделал Знаешь, не проблема Если ты хочешь так заниматься здоровьем Я, например, просто прихожу вот в больницу Я сегодня к тебе приехал из больницы Вот, я говорю, ребят Значит, смотрите, мне нужен детокс Они говорят, Алексей Мы не можем вам назначать детокс Без того, что как бы по факту У вас все по факту хорошо Я говорю, ребят Есть возможности? Есть вы? Я говорю, вы Укольчик? Я отдыхаю Я говорю, все супер Я говорю, давайте как-то договоримся Я говорю, мы колем не какую-то историю, знаешь, серьезную Я говорю, гиптральчик Ты рыбый, печни Помочь просто Потому что все наши с тобой общие друзья Они же всегда как там Что-то там побухали с нами Для печени пропили Ничего страшного А я же этого не делаю Ну мне И я поэтому вот так вот С этой щикой, понимаешь И погнали Все эти 20 дней, понимаешь Вот на этом вот На рейве На этих капельницах бесконечно Вот И прикольно Помогает, классно Чистит, обсыпает лицо Вот эти вот прыщи все идут Потому что у тебя как раз-таки Вот начинается чистка организма Что так долго? Нужно помочь почиститься Тебе капельница? Ну да, это будет долго просто выходить Либо капельница Либо самый такой Ну просто понимаешь Если мы сейчас это с тобой обсудим Короче, очень сильно Общественность реагирует На процедуру плазмофереза Очень сильно Типа Есть люди, которые говорят Да, это за*** Есть люди, которые говорят Что вы что, охуя Ни в коем разе нельзя Это никому советовать Потому что плазмоферез Это жесткое вмешательство Плазмоферез это Это переливание Это переливание крови То есть на аппарате Тебе полностью гоняют кровь И чистят ее А, знаю Да Это такой, знаешь Не знаю Можно это сравнить с лаенеком Знаешь, у нас же все Те, кто работает на телевидении Они раньше себе кололи Как е**ые лаенек Лаенековые Не будем их называть Короче Потом некоторые заболели Из-за этого лаенека Ну всякие там, знаешь Рак какой-нибудь Рак, опухоль в мозгу У меня у троих моих знакомых Опухоль в мозгу Обнаружили после этого лаенека Несмотря на то, что врачи Опять же некоторые говорят Типа, да, это круто Мне объяснил врач Просто по пальцам Говорит Лех, смотри Просто колешься лаенек Это жесткий турбоускоритель Для твоего организма У тебя просто ускоряются Все процессы в 150 раз И клетки, разумеется Тоже начинают разгоняться И если одна из них Просто случайно Вот так вот Пи***** С об стенку И перевернулась Это рак Ну то есть как бы То есть ты себе это колешь Но ты знаешь о том Что если у тебя есть К этим какие-то проблемы То тебе будет пи***** Плазмоферез Сейчас спросил своих подписчиков Говорю, ребят Хочу себе сделать плазмоферез Классная штука Плюс капельницы Но это прям вообще Мощная чистка Это несколько раз По-моему делается Это называется Понимаешь Это называется Искусство девственницы Это как знаешь Вот зашивают письку Восстановить деск Да, это восстановление Десканности организма То есть как бы Плазмоферез Тебе просто девственный человек Заново Выпиваешь алкоголь Один этот самый Там покурил сигаретку У тебя уже все Головокружение Знаешь там Типа выпил там Немножко алкоголя Ты уже в говно блюешь Ну то есть ты становишься Девственницей в организме Понимаешь Вот Ну и они сказали Слушай, у меня там У моего товарища Образовался тромб Он чуть не умер То есть какие-то мне стали Такие истории рассказывать Что я как бы сейчас На это все смотрю И думаю С одной стороны Перегонка крови Очищение Все круто Но с другой стороны Что-то так много людей Отговаривают от этого Я сначала подумал Что может быть потому Что это дорого Потому что это варьирует Там от 50 до там 80 тысяч рублей за одну штуку Вот В зависимости от того Какой-то клиники То есть как бы Это не дешево По нашим меркам Но в целом Люди очень против И они говорят Что типа ни в коем разе нельзя Может там при волчанке При какой-то аллергии При том при всем Но просто так Что я вот захотел И мне сделали плазмоферез Ну любой каприз За ваши деньги Понятное дело Просто потом они сказали Не столкнись с тем Что у тебя там тромбоз Хуйбоз Еще что-то блядь Варикоз И вся эта залупа И мне кололи Стволовые клетки Несколько лет назад Это частная какая-то клиника Которая предложила Это сделать Из Японии Приезжает ТИП Греет мне здесь Инфракрасным Зачем Чтобы направить конкретно Стволовые клетки Под желудочным А тебе для чего это делали? Типа чуть-чуть Подхилить диабет Немножко восстановить Кинуть его На заводские настройки Скажем так Ну как это самое Когда Как при растении Короче я лежу Под капельницей Мне ставят Эти клетки стволовые И чувак говорит Ну вот раньше Кстати от этого рак был Да Но сейчас реже И я такой Ебать А мне уже колят Да Тут у меня был Это есть стволовые клетки Там просто Но мне сказал У нас живет друг В Японии Он типа Полноценный японец Скажем так Он живел всю жизнь Просто выучил русский язык И он приезжает Всегда знаешь У него всегда Целый ритуал У него там Он приезжает Смокинги К нашей семье Вот так вот Открывает пиджачок Всегда весь Ну понимаешь Японцы Весь напитанный Доловска Как новый кадиллак Ни пылинки Ни соринки Ни говна Достает вот такую Вот с красного дерева У него штучку Он так вот ее раскрывает У него здесь Эти самые Палочки Палочки Из красного дерева Тут на конце серебро Он или сталь Не помню Какие-то Дорогущие Роллс-ройс в мире Палочек Для нашей жрачки Вот для этой Котлеты С макаронами Я уже это все смотрю Потом он достает У него из этой же Снизу Внизу открывается Другая часть Здесь под васаби Здесь под соевый соус Здесь под этой Я просто думаю Масачи Ты не Ты куда приехал Родной Какие палочки Тебя отвезти Немножечко закат Тебе объяснить Что такое Палочки Как на них сажают Садись на бутылку Сам Понимаешь Вот Ну и короче Вот эта вот Вся вот эта вот Красота К чему я это все А и он сказал Что у них в Японии Вообще Лейнек считается Процедурой Как бы не то что Грязной Но они Ее сами Не делают То есть японцы Сами не делают Этот лейнек Это нам его навязывают Как ультра Богемно Дорогая хуйка Вот Но он говорит Что честно скажу Никто из моей семьи Не я Никто Хотя у них там Все работа Ну то есть Он работает на работе У Японии как устроено Ты постоянно Working non stop Понимаешь А тебе за это Первые классы Полное лечение Там Главное работа И все сделано так Чтобы ты Не уходил Как в офисе Яндекса Знаешь Вот типа там Капсулы для сна Комнат для интровертов Все Неудобно сидеть С этими людьми Пошли их Сядь в комнату Заштолься И сиди один Переговаривайся Все сделано для того Чтобы тебе было Прям круто На рабочем этом жил Но это в принципе И круто и правильно Поэтому большие компании существуют И он сказал про ЛНК Что это типа очень спорная Что это типа какая-то Грязная история Что не стоит ее делать В принципе Любые стволовые калетки Это ЛНК Да? Я не могу тебе это сказать Не хочется обнаружить у себя Там типа рак внезапно В нулевых Если я не ошибаюсь Была такая история Если тут есть врачи Я не хочу никого пугать Была такая история Что значит Ну Брали Суррогатную мать Да Ее Как бы Она вынашивала ребенка На определенном моменте Делали как бы Искусственные роды Вот И из этого ребенка Вот эти вот То ли стволовые клетки То ли что Их кололи Взрослым людям Для того Чтобы у них полностью Омолаживался организм И рассказывали Что там даже у людей Морщины на руках разглаживались Это разумеется нелегальное У нас это запрещено Но раньше Такое делали В частных Пиздатых клиниках И даже поговаривают Что некоторые звезды Наши Прямо Очень плотно На этом сидели Потому что Некоторым Например Из-за диабета Делать пластику Противопоказано Любую Поэтому ты как бы Ну Либо так Либо никак Вот и все Ой Ты пробовал Когда-нибудь Ксинонотерапию Сразу же Почему-то Представилась Ложка Шприц Знаешь Нет Знаешь Я попробовал Это кажется Вообще Первый раз В киваче Просто Это Природный газ Ксинон Тебя подключают К баллону Это реально В клиниках Ну как шары дуют Что ли Ну только Ну похоже Похоже Но Тебя сажают В удобное кресло Музычка Ты дышишь В какой-то момент Тебя страшно Клево Разъехать Я напомню Что это в санатории И в больницах есть В некоторых частных Тебя страшно Приятно Размазывает Очень Классный Такой Ни на что Не похожий Эффект Ну Ты уходишь Ты можешь уйти Глюки Приятнейший сон Не глюки А просто Невероятный Выброс Всего Что у тебя есть Содиосирательный Дофамин Просто На высшем уровне И я Делал Несколько раз Курсы А это курсом? Можно Тебе Тебе просто потом Приятно туда прийти Еще раз Легально Ну понятно И это Это очень Очень Помогало Многим знакомым И мне Когда у тебя Стресса Нет возможности Слетать в отпуск Ты приезжаешь Это дорого? Сейчас по-моему Тогда стоило около 15 тысяч В Москве Сейчас по-моему Сильно дороже это стало Но это обогащение крови кислородом Да Да И У тебя курс там Из трех-четырех И у тебя снимаются Все стрессы Микрострессы Ну ты не бывает Такого что просто Легально Понимаешь А потом Вот и быстренько Хоп И тебя вытащили Этот такой Ты на невероятном уходишь И тебе очень приятно Пробовал? Не Я так и не дошел до этого Конечно Конечно У нас несколько людей В компании Так делали У всех отзывы Просто потрясающие Именно вот с точки зрения Некоторые даже планировали Отпуск свой Таким образом Что я вот сейчас Сначала у меня Две Два посещения Этой ксенонотерапии А потом Таиланд Нахуй на месяц И ты Говорит просто После этого Возвращаешься Как будто ты в жизни Не работал никогда Круто Это реально прикольно Потому что ты Без стресса Летишь Я сейчас на Мальдиву Полечу Можешь мне сделать тогда Потому что мне сказала Моя подруга Она говорит Лех Я тебе вообще не завидую Ты летишь на эти Мальдивы Ты полный Я говорю А что такое Ну знаешь Вот есть такие люди Которые Знаешь Вот клуб людей Которые Продвигают то Что мы живем в Матрице Она говорит Ты знаешь Ну она вообще Как бы не ебанка В целом Ну как бы она нормальная То есть наша Знаешь такая В адеквате Она говорит Я впервые в жизни Подумал Что я в принципе Им верю Я говорю А что такое Она говорит Я заснялась Эту вилу За три мульта На неделю Я значит Пью Это шампанское В меня оно не лезет Выхожу Каждый раз Скат лежит Понимаешь И справа Баклан Я выхожу И каждый день На одном и том же месте Скат И баклан Ни одного человека И вот Она говорит Ну я в итоге Там отпилась На десятку евро Оставила Там же алкоголь Очень дорогой Она десятку евро Там еще оставила Она сказала Я поняла Что это вообще Не мое Типа Вот этот вот рай Она говорит Это просто Один раз съездить На пять дней Максимум Разгрузить голову Она говорит Три дня Вообще достаточно Она говорит Я тебе не завидую Ты Я же человек Я же овен Я же знаешь Полечили Знаешь Это все Давай Вот Она говорит Там вообще Типа Ты не Ну как бы Знаешь Просто Ходи голым Сри в песок Никто ничего не скажет Никого не Иногда так Нужно сделать Иногда согласен Я не фанат Я думаю Ну это Рай во плоти Конечно Просто Волочхова там Постоянно тусует И я думаю Что же она там Что она там делает Я думаю Вокруг ее шпагата Построили Мальдивы Ну вот это возможно Понимаешь Я думаю Что там конечно Ей весело Я думаю Можно Все это Это ее песок Она без конца Там дача Это как-то У нее такое все веселье Понимаешь Все вот это Я думаю Ну попробую тоже Может быть и мне понравится Не знаю У меня что-то Все кто был в Мальдиве Скажи типа Блин Да то же самое Все говорят Что это просто Скучный Красивый Скучный отдых То есть парочкой Может погнать туда На несколько дней Окей Что делать там неделю Ну расскажешь потом Ну да Я возьму с собой бухла Туда в пизду Я не буду платить Так здорово В некоторых странах Облом Ты можешь взять с собой Только литр Ты прилетаешь в страны Где типа Один в сумку Другой в жопу И поехали Понимаешь Все нормально Я тебя умоляю Главное покрепче взять Чтобы хватило надолго Чтобы разбавить было А можно еще Бутылочки И разлить Знаешь как Фрута няня Да Куда и все А ребенка нет Да и похуй что ребенка нет Он меня там ждет У нас 4 человека Нам не очень много лет И мы идем В клуб тусоваться И у нас На всех 100 рублей Я, Саша Наши девушки Обухнуть то хочется И наши девочки Берут все свои бутылочки Эйвен Высушивают их Вообще просто вымывают И все заполняется Маленькими бутыльками водки Мы приходим В восьмую проходную У нас есть деньги На лимон Нам его даже нарезали Блять Мы забирали же бутылки раньше Маленькие бутылочки косметики Там все это охранник Ему вообще Все женское Он видит для него Все это прокладки Ему вообще поебать Согласен И все Без бутылочек Мицеллярная Это мицеллярка Отъявитесь И все Вот так вот На Мальдиве Мы так не делали Мы пили виноградный день За 35 рублей Виноградный день Со вкусом винограда Причем виноградный день Был каждый день Каждый день был виноградным Он был каким вкусом Дыня по-моему было Виноград И что-то еще Много было Вишневый день Виноградный день Но виноградный самый популярный Виноградный был самый вкусный И мы его прямо Вот знаешь Это вот я как сейчас помню Этот звук пластика Полторашечка Вот это И блевать за бенетоном Нет Мы никогда не блевали Мы так ух*** Что мы просто Знаешь Заходили и сразу падали Танцевали на барных стойках Нас снимали Мы орали Прекратите мы молодежь Понимаешь Не трогайте нас руками Вот это вот все Всем было Ну вот как-то так Вспоминая свою молодость Конечно есть вопрос Сейчас По крайней мере Есть Я вспоминал тоже недавно Про блейзеры Про виноградные дни А про страйк Голубой Мой любимый Голубой страйк Вот из бутылок Самый прикольный Из бутылочных Самый прикольный Был Марти Рэй Мой любимый был Голубой страйк А мой ягуар Обычный Поэтому ты и не вырос Потому что все говорили Что кто пьет ягуар Тот не вырос А вот кто пил страйк Там еще был энергетик Оказывается От него у всех сердце Мы играли в гонки У кого первое сердце Откажет Тот и выиграл Никто слава богу Не выигрывал Ну вот Тем не менее У меня есть история Знаешь что Мы тусовали же всегда Типа Ну такой компанией Там у всех Там водители Терры-пыра И значит у нас Ну я поскольку Из гопнической среды Как бы Так с одной компанией Потом переходил Постепенно в другую Как бы Терры-пыра И значит Я всегда там Знаешь Немножко с собой В сумочке У меня всегда Есть голубой страйк Я его там Там знаешь Залетаю Все такие О господи Знаешь Со своим моё там стоят А я моё терпеть не могу Кисляк Ну типа Понятно Делать деньги на это есть Какой-то надо Понимаешь Кристалл самый беспонтовый Мне кажется Самый кислый Я его пил на днях Ну Кстати говоря Почему-то мне показалось Что он стал ничего Видимо это возраст Но я не знал Что это Кристалл Какой Приятный дюше Знаешь Ну и короче Все там Моя подруга Она там все Водитель охран Терры-пыры Я думаю Как ты меня Боже мой Я думаю Ладно Заходим в этот Дорогущий клуб Тогда это был Лак Или Лук Или Лак Ивлеева короче Где работала Лак или Лук Мы с ней были заведомо Тогда еще знакомы Короче Я беру Самый дорогой стакан Я говорю Дай-ка мне пожалуйста Это самый секс на пляже Он был в таком стакане Знаешь Там просто Верть какая-то Стекло Там вот такая Из стекла Такая вот трубочка Из стекла То есть цельный стакан Я думаю Я сейчас тебя Выливаю Достаю из своего Портмоне Понимаешь Чик Наливаю Туда забрасываю Все вот это вот Ну и думаю Надо вынести Никак не вынести Думаю И кладу Я тогда еще был 100 килограмм И кладу под свой Понимаешь Пиджачок И выхожу Типа Я иду курить Сейчас приду У нас там випка Мы там заплатили У нас депозит Знаешь Чтобы они точно Выхожу Садимся в тачку И я достаю Говорю Ребята Смотрите Что у меня есть Они такие Вау Как круто Я говорю Пейте на здоровье Все такие Блядь Какой хуй Коктейль Мы никогда Его не пробовали Реально Леха Как круто Да Так классно А что это Я говорю Это синий страз Блин Реально классно Я тебе не верю Я говорю Родная Просто Познай жизнь Немножко Выйди с центра Чуть-чуть Подальше Посмотри как Понимаешь Кто живет Пойми Вкусы Может втянешься С этого момента Они сказали Да Ты в нашей тусе Я говорю Спасибо Мне не очень-то и хотелось Ну и так продолжили тусоваться Понимаешь Такая вот история Про синий страйк Такая вот штучка Мы с девушкой Мы с девушкой коллекционировали банки От ягуара На подоконнике В моем подъезде Кого Коллекционировали банки От ягуара В моем подъезде Мы пили в подъезде Ну потому что родители дома И каждый раз Отмечали вот так вот Черту И подписывали дату Когда мы выпили Вот в какой-то день Четыре баночки на двое В какой-то шесть Я не знаю Как я жив А ты когда-нибудь Ну думал Или ты может быть знаешь Что сейчас с этой девочкой С которой вы пили страйк Нет, но я знаю Что с ней Я Это тоже Она умерла? Эти кинематографичные истории Нет Вышла замуж Родила ребенка Развелась Я понял Ну все у нее хорошо, да? Надеюсь Надеюсь Желаю ей только лучше Напиши нам комментарий Под этим видео Как ты? Родила ли? Все ли у тебя хорошо? Родила, родила А, да? Ну как родила? Напиши Все напиши Как все это было? Как ты себя чувствуешь? Все ли там окей? Помнишь, ты меня бросила? А теперь смотри Смотри, где он нахуй Я богатый, блин Вернись Вы помните самый первый раз Когда вы алкоголь вообще попробовали? Да, конечно Я попробовал его с сестрой папиной жены Солей с моей тетей Мы пили с ней водку Бельведер Звучит очень красиво После Мартини Мы пили с ней водку Бельведер У папы трехэтажный дом И мы всегда уходили в кинозал Чтобы там на третьем этаже Он постоянно меня очень сильно ругал Потому что мой папа пьет раз в год по заказу Немножечко Вискарька Понимаешь? Черный пояс Вот Поэтому мы как бы пили в кинозале всегда И вот мы, значит, как бы пили с ней водку Запивать было уже нахуй нечем И там, значит, сидим что-то Чвякаем, хуякаем Закусываем Я, кстати говоря, после этого Уже лет двадцать не ем Брауншвейскую, блядь, колбасу Я не ем ее с этими толстыми жилами Это и так отсутствие эстетики Знаешь, в целом, когда у тебя просто куски жира на зубах Знаешь, странная такая Вкусовая фиерия Вот это вот Апсос, да? Без зубов Кэшбэй Можно потом доесть Представляется бабка какая-то Сидит и вафлет без зубов Короче, так вот Тема не в этом И я, значит, закусываю брауншвейскую Запиваю этим бельведером Все дорого, красиво, на богатом В кинозале, понимаешь, да? То есть история И тут я понимаю, что все Мне мои тринадцать лет уже на большом каретном Я не вывожу эти полбутылки водки И я начинаю просто судорожно вот так вот Блевать во всем Кинозале На проект А я просто не могу, значит, я не могу говорить Я хочу не сказать Оль, мне плохо Я не могу сказать Я задыхаюсь Я просто у меня новая сила Я заблевал Все А там, знаешь, еще так воняет Этой какой-то копченостью Писательной, блядь, водкой Там просто, понимаешь, все смешалось В доме обломских И мы просто на все это посмотрели Оля такая посмотрела Говорит, слушай, в пи*** Завтра придет персонал В пи*** Пойдем спать Мы вот так закрыли дверь И ушли спать Наутро проснулись Лежим Подумали, что приснилось Не приснилось Выстояние Никто так и не убрал Мы охуенно Папа, который прием Говорит Че это тут такое было Леша отравился Вчера курицу съел Она, видимо, была просрочена Боже мой, лучше бы ты ничего не говорил Он орал, как потерпевший Нормально Потом привык Это был мой первый раз 20 лет прошло Не ем броншвейскую колбасу Вообще никогда Дело в ней Определенное Всю ночь бухали Не знаю, отравился фисташками Ну, знаешь, когда это самое Когда ты прям вот У тебя послевкусие Вот ты прям навсегда понимаешь Что ты И я, например, Наполеон не ем Тоже Ну, бабушка просто решила Сделать Наполеон А у меня бабушка какая Безотходное производство Она же, понимаешь Человек Советского Союза Мясо испортилось Не выкидывай Я марганцовку развела Ёб твою мать Кинула Сейчас будет Понимаешь И пошла Дальше Молоко испортилось Не выкидывай Я торт сделала Ёб твою мать Крем хочу сделать Давай молоко Молоко Масло сливочное У него вообще Срок угодности нет Я его в рот Туда же нормально Что там еще у нас осталось Все, ванилин Давай Все Чик-чик-чик Сейчас смажем коржи Часик постоит И будет супер Я тебе отвечаю Я говорю Хорошо, бабуль Давай просто Помогай Мажь мне коржи Я мажу все эти коржи Думаю Побольше крема Я 100 килограмм Хочу быть еще больше Мы играем В этот аттракцион Неслыханной щедрости Знаешь Я нахуй Богатая жизнь Все, все, все сделали Час прошел Я просто уже начинаю Уминать Торт Просто Жир такой Знаешь Когда ты Кусаешь кусок Ты глотаешь его А у тебя рот Знаешь В какой-то Смазке Для машины В каком-то В каком-то масле Невозможном Я просто Вот так вот Делаю Я понимаю Что я могу говорить Потому что у меня все скользко Он просто Знаешь Челюстно Разъезжается Ты понимаешь Я просто говорю Бабуль Если нужно было создавать Лубрикант Ты была бы первая Короче И я значит Во всем этом В полном шоке И все И у меня печень Сказала мне А-ля Улю И я блевал Всю ночь Я не ем до сих пор Наполеон Вот тоже не ем Вообще не могу Просто я увижу Меня блюет Любой Наполеон Неважно какое Блядь И даже когда Историю проходили Наверное в школе И там рассказывали Про Наполеона Ты заболевал Класс Когда мы проходили Историю Я в этот момент Бухал в виноградный день Сори А с биологией Меня вообще выгнали В принципе Как с предмета Ну просто Она сказала Чем ты сюда пришел Я говорю Я не знаю Чтобы что Посмотреть Из чего созданы люди Мне похуй честно Она встала Вышла Я говорю Хорошо Я давно хотел Все виноградовые дня Блядь За 35 рублей Пошел нахуярился А еще знаешь что Блядь Что меня больше всего бесило В нашей школе Значит Не было никогда Ну у нас хорошая Государственная школа Моя любимая Да Супер школа Которую я учился Все преподаватели Все отлично Но из-за таких Как я Понимаешь Все же хорошие дети Все ходят в форме Все Здравствуйте До свидания Я в мини-шортах Я короче После туса Я знаю Что я не по форме Но я в трусиках Домой быстро Знаешь Этот вот стиль Короче И я значит Думаю Меня так все Старается В этой жизни Я больше не могу Этой цирпеть Сидеть на этих Новых банкетках Скрипящих Я пойду Просто найду Как отсюда Знаешь У меня Юношеский максимализм И тут Я смотрю Пост охраны А в раздевалке Ну раздевалка Это красиво И для детей Все панорамно Все красиво Все в окнах И я думаю Я просто Прихожу Что себе Полный Я не люблю, вот многие же ностальгируют по школе, это мое самое нелюбимое время, я ждал, когда я закончу школу, повзрослею и стану независимым полностью. Алгебры, геометрия, физика. Я ненавижу алгебры. У меня алгебра, геометрия, физика двойки за год. У меня есть гордость. Единственный дневник, который я храню до сих пор, это тот, где у меня за год, ну я же в девятом классе два года сидел. У меня за первый-девятый класс есть дневник, где там пораженные сигаретой страницы, типа там двойка, а я сигарет. Такая, ага, такая, типа, на грани, да, немножечко. Немножко ходили все чуть-чуть, хотелось нам попасть немножко на привод, блядь. Он был, он чистый дневник, как будто нам никогда ничего не задавали, месяцы пропущены, я просто не открывал дневник. И просто в конце двойки по всему, тройки и одна пятерка по искусству. А я отличницы давал 200 рублей, ну им тогда всем давали, типа, знаешь, по 200 рублей на этот самый, а папа же, у меня родители в разводе, мне всегда давали по тысяче, я думаю, ебать нахуй. Я говорю, так, родная, я говорю, Сонечка, тебе деньги нужны вместо 200 до 400 поднять себе ставку, нахуй? Она говорит, да, я говорю, вот смотри, вот дневник мой, нахуй, вот тебе ручка, блядь. Я говорю, вот так вот села, мне все заполнило на переменке. Я говорю, когда, никогда, я говорю, быстренько все мне сделаю, красивенько все, да, вот так вот. У меня всегда был заполненный дневничок. Круто, почему я не думала об этом? А, денег не было, но можно было договориться и не за деньги. Ну, потому что было просто кого-то, блядь, зажать, нахуй, сказать, не будет так, будет так, нахуй, понимаешь? Все, блядь, Сонечка, блядь! У тебя остались друзья со школы какие-то? Нет. Вообще ни с кем? Ну, мне никогда не, как-то так получилось, что мы с своими одноклассниками не дружили за территорией школы, то есть как бы мы как-то, у нас не было такого. Они между собой, может, и дружат, не знаю, но мы ни с кем не держим. Не держим связь, я школу уже не знаю, сколько лет назад я закончил. Сколько лет назад я школу закончил? Да хуй знает. Когда там собираются, блядь, на эти... Когда там собираются на... Когда решат, на самом деле, то есть тут нет... В плане, блядь, когда решат, в смысле? Ну, собираются, смотря куда, если на встречу выпускников... Собираются на сходку, увидеть учителей, спросить, кто умер, в конце концов. На день учителя, наверное. Умерла ли эта злые дни, блядь, понимаешь? Типа встреча выпускников? Ну, вот да, вот это называется так. Я не знаю, я не был ни разу. Раз в 10... Там же есть какой-то срок, раз в 10 лет, раз в 20 лет, и раз что-то... Да? В 10. Меня никто не позвал, понимаешь? Меня вычеркнули из жизни. Они не захотели. А может, позвали, просто ты не прочитал директора? Думаешь, мой пиар-директор сказал, типа, нет, он не хочет с вами икшаться, блядь. Просто выставил райдера. Кто-то из вас стал главой Газпрома? Нет? Идите, блядь, все, спасибо, блядь. Ссылают встречу выпускников, а там, так, короче, нужно, чтобы были ягоды, фрукты, сыр, колбаса. Да. В райдере. Да, давайте не будем скидываться на печенье курабье, я просто куплю его сам, ладно? Просто придем нормально, посидим без этого, без сухого стола, понимаешь, с фантой наперевес. Она же добрый кола, понимаешь? Вот это вот, без этой всей истории. Вот и все. Блядь, интересно было бы попасть мне на встречу выпускников. Все выросли, а ты нет. И зато я имею вес. Согласен. А ты общаешься с кем-то? Только с лучшим другом, с которым мы... Ну, со школы все, да? С первого класса дружим, да. Слушай, давай обсудим еще раз, у нас такие темы. У тебя кто-то в классе уже умер? Не знаю. А я знаю, у меня двое человек. Вау. Что, наркотики? Нет. У одного оторвался тромб, а у второго что-то какая-то история сложная. Просто это самое, эстафета началась, понимаешь? Да. Ну, так вот, так и бывает, типа. Сначала, сначала... 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 Да, быть за звание самого умного. Потом что у нас? Золотая медаль или серебряная. Потом у нас красный диплом. А потом уже начинается другое. Потом профессия. А потом кто первый умер, тот и как бы открыл вот это вот, знаешь, это... Началось. Ну вот и началось, да. Вот и поехали. Ты первая. Давай, понимаешь? Вот, у нас уже двое. У нас кто-то, по-моему, мне рассказывал, что кто-то сел в тюрьму по 228. Очень естественно, типа, там такая... Мне рассказывали, что за кражу человека. Да. Это был... Да, мне рассказали, что, типа, за кражу человека, там, жесткий был какой-то замес адский. Я так и не понял, типа, посадили или не посадили, или как-то, или что-то. Но, типа, просто такая тема была, и у нас это было у всех на слуху. Как бы, мы, по-моему, даже тогда только... Ну, не только школу закончили, но, типа, я еще в университете учился, и мне такие, типа, а ты в курсе? Я говорю, а я всегда говорил, это наш человек. Это наш человек, понимаешь? Что-то не нравится, ломаем колени. Не сами, а звоним просто. Вот и все. Мои руки чистые. Мои руки чистые, как и ноги, блядь. Понимаешь? Люта. А ты знаешь какие-то подробности этой истории? Что-то просто на улице подъехали из пи*** человека, или... Ты знаешь, я не знаю подробности этой истории. Я, точнее, знаю, но просто не буду рассказывать, чтобы у меня с этим бойцовским клубом потом не было проблем. Я потом не хочу звонить, что-то просить, чтобы мне там прикрыли, там, что-то... Ну, просто была такая история. Возможно, я ее и выдумал. А вообще, это была выдумка. Вот так вот. Это наша любимая фраза. Да-да-да. Этот показ полностью выдумка. Да-да-да. Я помню, как-то в школе... Я в школе сидел, и я наткнулся на видео, и я потом тайно следил. И везде удалял из браузеров, что я это смотрю. Короче, баба снимала на хромакее себя в какой-то бомжатской хате, в каких-то колготках в сетку, в каких-то, знаешь, таких башмаках на хрене непонятных, на каблуке сама, знаешь, пф-пф-пф-пф сделала. И она на этом хромакее... Ах ты маленький засранец, я тебя сейчас накажу. Крупный, знаешь, кадр ее этой. И там откуда-то появляется маленький мужик, ну, типа, не... Ну, понял? Маленький на хромакее. Он такой... Типа, он вообще просто без ног. Полежи мою пятку, ты сегодня плохо себя вел. И все вот это вот. Он делает, типа, вот так, типа, она его давит каблуком. Ну, знаешь, видно, что как бы там все... Склейка у... Но она несла 20 минут такую габь адскую. Ах ты выкидыш, знаешь? И я просто сижу и думаю, господи, какой ад. Как вообще она это придумала? Это, знаешь, как у нас была эта самая бабка. Помнишь, бабка такая? Она везде, типа, привет, меня зовут Татьяна. И дальше вылезает. Ой, а я тоже Татьяна. Помнишь, из чашки? И я Татьяна. Мы три Татьяны, блядь. Я просто думаю, ты долго думала об этом, скажи. Как дела? Объясни. А теперь мы полетим на ракете в космос. Я думаю, бля, родная мужа на ракете успокоится. Это же... Она же стала чуть ли не мировой звездой, вот эта Татьяна. Я видел, как ее взяли в Ютубе Вайн. Но она неприятная. Но она что-то подзаглохла. Куда делись вообще все эти люди, блядь? Куда делась вот эта вот якобы девушка Тимати, помнишь, как ее? Светлана Тимофеева. Какая есть? Которая с тремя подбородками перебивала. Я все еще надеюсь, что они будут вместе с Алексой. Алекса. Я после нее. Вторая втока. Где вообще? Куда пропал Рустам Палютус? Я у всех спрашиваю, никто не отвечает. Кто? Вот все так говорят. А Евгений Медведь Машечкин, что с ним? О, это легенда, конечно. Не могу вспомнить, кто это. Я недавно... Это чуваки из убойной лиги. Это СМЕ без правил, да. Я просто недавно увидел, что Махно, он что-то делает. То ли про тачки, то ли что-то еще. Это всегда так приятно. Увидеть кого-то, кого ты там смотрел. Это олды. Это супер олды. Это прям совсем олды, да. Да, я, мне кажется, просто пропустил все это. Ну, тебе СМЕХ без правил смотрел с Волей Турчинским? Да, Турчинский же умер. Да. Но это вот еще когда нет. А-а-а! Не то, чтобы... А-а-а! Все, я понял, кто это, которые про тачки снимают? Да, они такие, типа, русский топ-гир, у которых еще в очках у него такой... Да, я помню его. Я смотрел их выпуск с тачками. Давно это было, лет пять назад. Они, по-моему, уже закончили, нет? Не знаю. Ну, вот, я смотрел, смотрел. Не, я помню. Их я помню. Я понял, о ком вы говорите. Я просто по фамилиям не это самое, а так-то в целом, да. А куда делся Казанова из улицы Разбитых Фонарей? А что с Ларином? И главное... Не с тем Ларином. И главный вопрос. Где Дукалис? Бля, Дукалис. Он же умер. Да ладно. Нет, Дукалис, по-моему, живой еще. Блин. Кто там умер-то? Там уже двое человек умерло из-за этой сады. А Воронина, ты знаешь, что дедушка умерла? Да. Блин. А ты знаешь, что, блядь, на ТНТ в «Счастливы вместе» не хотели звать Лену по Лену нахуй? Почему? Потому что, блядь. В новый каст? Ну, да. Я сказал, я говорю, если не будет Лены, я смотреть не буду, блядь. Я написал это в своем ТГ, всем похуй, но я все равно написал. Я все равно написал, я плюнул в этот, понимаешь? Я сделал этот плевок в эту медиа-общественность и написали, что ее позвали. Блин, интересно, что будет с новым сезоном в Букинах, учитывая то, что насколько они там ненавидели друг друга. Господи, понимаешь, это будет как второй сезон, ой, как первый сезон, и как это называется «Секс в большом городе»? И все-таки, и что там, и что там. Короче, как второй сезон «Секс в большом городе», понял? Который называется по-другому. И все-таки я живу, не усмотрел. Я посмотрел, я просто охуяю. Все героини уже, знаешь, такие ультра-старые. У всех в сериале одна и та же проблема, артритные колени, разгибающиеся спины. Я смотрю на все это, думаю, девочки, где вот это вот все? Где это? Пойдемте пофану, выпьем текилки, знаешь, что-то все. Все какая-то адская депрессия. Я посмотрел первый сезон и сказал, нет, сейчас выжил уже второй. Это просто говно. А там, я не понимаю, как они будут теперь взаимодействовать. Это Оля, блондинка, она уже как бы взрослая дама. Оля? Ну, как ее звали? Даша! А, Света Букина. Света Букина, это дочка. Да, ну, как бы они уже будут в кадре, как-то странно. Но что ты хочешь сказать, что она будет играть взрослая вот эта вот, типа... Мам, дай грант, блядь! Знаешь, это вот все? Не знаю, блядь. И Рома все еще грандмастер бит. Ну, типа, знаешь, да. А с ним-то что? Вот, я не знаю, я видел просто интервью как раз вот это, Света Букина, я не знаю, как ее зовут в реальной жизни. Таша... Сагалова. Дарья Сагалова. Я видел, и, по-моему, ей не... ну, она не в самом приятном свете отзывалась. А ты Ронеток видел? Вживую, да. Нет, я говорю, Ронетку видел, они как... Вообще, что с ними с кем? Там у них есть Ронетка, писали, что она на OnlyFansи теперь, типа, что-то как-то это самое. Рыжая? Нет. Тёмненькая. Она там самая отвязная, насколько я понимаю. Рыжая. Женя Огурцова? Которая вот, ну да, вот это... Женя Огурцова. Видимо. Да. Я знаю одну только единственную Женю Огурцову. А она нереальная, конечно. Ну вот. Все вообще как-то изменились, все это смотрим, становится грустно, я думаю, господи, наше время тоже пройдет, знаешь, и что с нами станет? Ну, от нас только зависит. Вон, некоторые старички уебать как сияют. Кто? Ну, кого можно отнести к старичкам? Он сказал А, говори Б. Ну, кого можно отнести к старичкам? Ну, Тимоти старичок же. Ну, Тимоти вовремя просто переключился, он переключился из медийки в бизнесмен. Баста. Баста тоже уже бизнесмен. Он, типа, выпускает классные треки до сих пор. И он шоу снимает. Да, но у него уже свой продакшн. Он тоже уже, как бы, знаешь, все, что он делает, он же делает по фану, не для того, чтобы, блядь, наработать. Естественно, я иду туда же, мне нравится этот путь, это здорово. Типа, просто создать... Хочешь быть как Баста, мой маленький? Я хочу быть как Эльдар Джарахов, но через... Вот мне нравится Эльдар Джарахов через несколько лет. Пиздец, что за мужик. И сейчас мне плохо, но там... Там это просто... Я впервые за жизнь, глядя, пацаны, блядь, вижу будущее как будто свое. Мне так приятно, так нравится. Я говорю, кто ты через пять лет? Я охуенный мужик! Эльдар, знаешь, всегда в такие моменты, ты, конечно, не расстраивайся. Я всегда в такие моменты, причем я смотрю все шоу, когда я смотрю всякие разборки на первом канале со звездами, со всеми, я всегда цепляюсь, знаешь, к словам, типа к таким. Я вижу этого классного пацана через пять лет, Эльдар Джарахов, тыры-пыры, даже склейка. Он был молодым и юным, он хотел носить много в склейке. Я вижу этого пацана, значит, тара-та-та-та-та-та, все вот это. Я не знаю, подайте, подайте. Да-да, по итогу просто в склейке, все. Возможно, в семье кипяточку не найдется. Я вам сейчас спою. Вырежете этот момент, вырежете и оставьте себе его, он еще нам пригодится, на всякий случай. И на мой случай тоже, может быть. Не, мы оставим его, если что, через пять лет, просто отметьте меня на этом видео в социальной сети, которая будет через пять лет актуальна, и работать в России. Перископ. Куда-нибудь туда. Май-спейс. Я не знаю, что у нас, что Перископ у нас вообще существует еще? Мне кажется, нет. Нет, я уже выкупил твиттер. Икс. Теперь уже икс. Илон Маск вообще там просто в каком-то отлете. Я вообще не понимаю, что с ним. У него прям там вообще все. Икс. Теперь это не твиты, это иксы. Я думаю, родной, ты там вообще что-то целый день испарный. Слушай, как быстро подох третц. Третц реально быстро. Мы с Каграмановым, у него типа там, у нас с ним подсотку, мы как бы такие долгоиграющие люди. Я иногда там зайду, напишу, простите, а вы живы? И там, знаешь, комментарии. Типа, да, да, мы живы, мы живы, мы тут. Он там тоже что-то пишет, но что-то вообще не залетает. Я не знаю, зачем там. У меня у первого там взяли интеграцию, у Ром, по-моему, тоже там брали. Но в целом это непонятно, ну что там делать там. Надо как-то интегрировать совместно, потому что как бы это две разных соцсетей. Экосистема-то клевая. Экосистема клевая, но просто две разных соцсети. И я как бы... Было бы круто, если бы, знаешь, уже в одном приложении, типа, написал. А как вы меня все-то полетите? Все, триточа. Все, отправил. У меня как пост, типа, ну, маленький такой все-таки. Ну ты гнида, пошел ты сам. Инструмент клевый. Я удалил твиттер. У меня было что-то пару миллионов подписчиков в твиттере. Я удалил, потому что такой, ну я сяду, я сяду за свой твиттер. И я просто стер аккаунт. И плюс еще он супер токсичным в какой-то момент стал. Невероятно политизированным. Ты заходил туда просто жрать негатив. И такой, ну нет, я не хочу связывать с этим свою жизнь. В пи***у, до свидания. Да, ну не, надоедает. И появился трет, и я такой, я обожаю этот формат. Это самый крутой формат контента. Ты что-то написал? Эдар, так и что там у тебя? Я что-то не вижу никакого ра***баума. Да все, ну не хочется уже. Ну ты хотя бы начал, я хотя бы отлистаю на самое начало. Ну что-то было, что-то было. Ну где-то хохмы жесткие. Ну не, ну что-то... Ну залетели в трендах хотя бы чуть-чуть. Что-то было, да, какие-то штуки. Несколько тысяч лайков набирали. Я такой, ну... У меня пока, смотри, набирается нормально-нормально. Сейчас до сих пор? Да. Нет, я такой, блин, скоро я вам буду кидать сюда сниппеты. Ну нет, там они любят всякие мемчики в стиле. Ты зашел на странички сучки, ставь лайк и уходи. Все миллионы репостов, знаешь, типа сосите яйца. Так вот я бы хотел, чтобы эта штука работала. Надеюсь, что у них все получится. Потому что все такие... Он появился сразу, начали вспоминать про Клабхаус, про... Клабхаус не рабочая тема была изначально. Заебало, что они без конца. Все, каждый считает себя гиперуманом, но какие-то темы, понимаешь. Потом встречаешься с этим человеком вживую, он просто кто-то хуечет. Ну знаешь, в чем была прелесть? Очень много людей там внутри познакомились и что-то сделали. Да, мы с Коваль познакомились с Клабхаусом. Вот, видишь, пиздатая тема по итогу. Вот Твиттер также очень много зарождал как дружбы, так и конфликтов. Особенно хип-хопы. Не было тусовки. Вот в Клабхаусе была тусовка, типа, и они все друг с другом... Была тусовка твиттерских. И есть до сих пор. Я в ней не был. Это было прикольно. Вот я бы хотел... Верните нормально. А это, кстати, тоже запрещенное сути, да? Я от меня... Запрещенное, отвратительно. Все, что запрещено, мне не нравится. Притом трэд странно... Ну, вообще, Инстаграм странно сделали, потому что... Ну вот они выпустили этот трэд, по сути, текстовый. Ну, для того, чтобы текстом общаться. И потом, через несколько дней, запустили каналы-рассылки. Что, по сути, вот лучшее, чем трэдс для общения со своей же аудиторией, как минимум. Но оно просто чуть более закрытое. То есть это не все могут видеть. У нас качает телега. Вообще люто. Телега, да. Да, телега вообще... Будущее. Даже у нас есть такое радио, по-моему, Business & Family, радиокоммерсант какое-то такое. Они постоянно делают статистику. Мне даже захотелось в нее попасть, типа, из серии... В этом месяце заработала вот Ксения Анатольевна столько-то. А вот этот вот канал, там, Бабская Курилка, а вот канал Небожена. И вот это, знаешь... И у них, типа, они прям следят четко, кто за кем. Они там, знаешь, у них первое, второе, третье, четвертое, пятое места. Типа, ну, интересно. Ну, это самый лучший канал взаимодействия вообще с аудиторией. Это... Да, я там совсем пизжу голосовыми, они мне тоже отвечают голосовыми. Все вообще хуенно. Там очень такая... Я жду сториз в пабликах. Да, там ламповая атмосфера. Когда появились сториз в телеге, я выложил... У меня же слитый номер. И за сутки мой сториз в телеграме, блядь, посмотрело 1200 человек. Я такой, ё-о-о, как много. И знаешь, что мы делали весь день с помощником? Ну. В бане или в серковое, не знаю. А ты знаешь, что сделал Юлию Коваль? Не знаешь? Ну-ка. Я не буду опять вспоминать всю эту историю заново, чтобы мне завозиться. Значит, Юля Коваль сиделся дома со своей собакой. Мы уложили спать Тимофея, Тимошку. И Юля говорит, Лёх, поможешь мне, пожалуйста, снять интеграшку? Я говорю, Юлечка, конечно, родная, вообще не проблема. Но я не знал, что Юлечка, девочка моя, нужно проследить. Как бы мы с Юлечкой давно уже знакомы. Я понимаю, где-то как бы можно дать чуть-чуть ей расслабиться. Где-то все-таки нужно проследить. И что-то тут я как бы думаю, да, все нормально звучит. Ну, Юлька что, берет мой телефон, говорит, я на свой сниму твой. Я говорю, за***й, Юляш. Ребята, появилась функция скрывания номеров, тыры-пыры, там, опознавателей. И, значит, она, все, я забываю про эту, мне начинает звонить. Алло, Юля, это Мухаммед. Я говорю, чего? Вешаю трубку. Алло, сладкая киска. Я думаю, да, господи, что такое? Я, знаешь, я в напряге, у меня прям куча. Get contact разрывается. У меня 600 просмотров в моей контакте. Я думаю, господи, что произошло? Откуда дует ветер? И лежу уже, знаешь, типа дома собираюсь на съемку, листаю, и Юлечкина вот эта вот интеграшка мне попадается. Мой номер телефона крупным планом, она забыла замазать. Ой, как вкусно. Я перезвоню и говорю, Юль, сосиху, рубрика у нас тут начинается, походу. Леша, не ори, сейчас все замажем. Четыре часа провисела, перевыложила, замазала, знаешь, немножечко. Ну, уже что было, то было. До сих пор звонят, до сих пор пишут. Я так однажды прококолдил. У нас была съемка клипа «Пьем», где принимало участие достаточно много медийных людей. Там и Поперечный снимался, и Моргенштерн, и да куча народу. Куча реально народу. И вот мы снимаем бэкстейдж этого клипа. И я такой хожу, говорю, вот такая у нас локация, вот прикольно. Смотрите, вот вызовной лист, сколько много людей принимают участие в этом клипе. В дамах номера телефонов? В дамах все номера телефонов, нахуй. В 4К, блядь. Это пи***ть долго провисело? Быстро замьюте. Кто-то позвонил Поперечному, Алишеру звонили, Млеск. И вот прям те люди, которые позвонили, сказали, пацаны, замажьте. Прикинь. Люди звонят, говорят, пацаны, замажьте. Мы замазали. Удалили ролик, замазали, замазали. Вот повезло, что не у всех была возможность прям в 4К максимально развернуть и все номера посмотреть. Вот эти сливы номеров, Ивлеева, например, менял уже номер. Ну, типа она вообще не это самое, ну, знаешь, очень так дает. Кто-то в компашке есть, кто продает номера. Кто-то продает эти номера. Ну, а что с этого, какой с этого прирост? Ну, за сколько ты продашь номер? У меня есть номера даже зарубежных звезд, потому что я работал как-то на этом самом, на лайфе. Чуть-чуть подлиже микрофон. На лайфе я работал. У меня есть номер вообще самых топов в записной книжке. Я иногда смотрю, о, в WhatsApp там, например, там, Наталья Водянова. Думаю, о, супер, Наташ, как дела? Знаешь, рубрика. Вот. Кто самый крутой есть для тебя? Блин, у меня самый крутой номер, я не могу сказать, потому что это серьезный человек у нас в России. Но есть у меня номер этот самый жесткий. Вот, есть. Есть номерок, которому звонить никогда нельзя, но всегда интересно, когда в онлайне. Да. Бля, очень интересно. Я теперь предполагаю. А у этого человека есть твой номер? Или просто? Блин, не помню, про каких обстоятельствах у меня этот номер появился. Наверное, нет. Наверное, нет. А, нет, да, есть, есть. Номер этот есть. Да. Есть. Но это интересно. У меня записная книжка, конечно, интересная. Я когда проехал телефон, как-то тут недавно в клубе, я так. Я на Лабутенах, 17 сантиметров шпилька, я х***ю. Значит, от клуба до магазина, из магазина. Просто показывает телефон где-то. То есть, как бы, непонятно где. А у меня там все мои данные. Он еще и разблокированный. Я думаю, ну все, п***я. А, как бы, сейчас залез. Какие-то сливы пойдут. Думаю, ну, ты сам доигрался, допился. Это твоя история. Вот тебя, боженька, я наказал. Вернули. Ничего не знаю. Ты не был у Шестуна в контактах? А? У кого? У Шестуна. Все хотят, чтобы я к нему пришел. Я хочу теперь узнать. Ой-ой-ой. Малярийный комар. Они же не кушаются? Не, кусаются, потом малярия. Вот, кстати, говорят, что я тебе говорил. Всегда вспоминаю вот эти вот. Через пять лет вот сейчас укусят комары, там клей, знаешь, все. Круто. Не, я хочу, чтобы у меня была диско-малярия. Что? Диско-малярия? Эльдар, ты больно, б***ь? Диско-малярия. Что это за выдумки, я не понимаю, вообще не в себе. У меня рак тусовки. А, да вы, мы просто выпуск самой габи, знаешь, просто. Не, мне нравится. Я уже хочу с тобой вторую часть просто. А что это за слово сейчас? Габи? Ну, габь, типа, мразь. А, окей. Изо рта несется габь, б***ь. Блин, ну вы паблик слова дня? Да, это я. Такие словечки, знаешь, совсем уже, такие челедные, забытые миром. Блин, знаешь, что я хочу спросить? Без приколов, как ты ухаживаешь за волосами? У тебя х***ные волосы. Не понимаю, почему это такой вопрос, потому что я, честно, волосы в реальной жизни, они так у меня не выглядят. В том плане, что, типа, меня вытягивают утюгом, и меня, как бы, моют и правильно сушат. Все, это, ну, как бы, то есть, нет такого, что у меня волосы... Я в обычной жизни, когда, типа, там, снимаю себя на сториз, у меня просто, б***ь, волосы солома, знаешь, как будто из жопы голову только вытащил, нас про, б***ь, вот и мои волосы, понимаешь? Вот, поэтому у меня нет такого, что, типа, там, что-то какое-то неистовый уход. Ну, у меня там дорогие какие-то шампуни, но они есть, ну, так, чтобы я, там, знаешь, запаривался, затр***ся. Нет, такого у меня нет, я просто, типа... Мне так раньше было... Нет, по-моему, дело, хозяйственным мылом я, б***ь, не мою, но, тем не менее, хотя... Так раньше было круто, я не знаю, вот это время хочу вернуть в свою жизнь, когда ты купил себе, б***ь, и head and shoulders, и все в порядке, и когда можно было мыть лицо водой и вытирать одним и тем же полотенцем, что и с жопой. Сейчас я не могу, нельзя, мне такие, так, Эльдар, б***ь, и так все высыпало. Вот этим сначала моешь лицо, потом вот этим ты пенкой, потом вытираешь, и все, одноразовым полотенцем, б***ь, это сложно. Эльдар, я до сих пор вытираю лицо тем же самым полотенцем, что и жопу, и я могу тебе сказать, что прекрасно себя чувствую, мне вообще, б***ь, реально, просто... Тебе, мне кажется, проблемы с лицом начинаются, когда ты за ним ухаживать начинаешь, б***ь. Все проблемы начинаются, когда приходишь давать анализы. Вот у вас тут келоиды, х**оиды, ЦБРы, х**оиды, ты просто еще анализов на сотку, там просто, знаешь, начинаешь из-под анализа еще один анализ, б***ь, вот тебе нахуй, зашел вчера, 80 отдал, понимаешь? Потом лекарства еще 40, сегодня еще промывка 12, я просто как в чужую думаю, говорю, ребят, как дела? Я говорю, может, мы закончим этот аттракцион неслыханной щедрости, я говорю, б***ь, или мы не закончим его? Поэтому, слушай, как только начинаешь заниматься своим здоровьем, у тебя сразу же влезает куча всякой хуи. Да. Знаешь, когда люди начинают без конца загоняться и психосистематизировать себя, что у них вот может быть какой-то там раз в год надо провериться на рак, на онкомарке. Они потом в итоге, над всеми этими нюансами, поддерживая все вот эти вот истории, которые, типа, нужно поддерживать якобы, они потом и забивают этим раком, б***ь. Но это не значит, что надо полностью забить. Нет, забивать полностью себя не надо, но не стоит быть человеком, который, знаешь, невротическим человеком. Потому что... У меня есть такие девчонки знакомые, у которых что-то заболело, все в панике, а сразу в больнице. Ну, это как у меня, да, когда я просто вбиваю в интернет температуру, болит горло, рак головного мозга. Я просто с симптомами, я еду, б***ь, я еду в п***ь. У меня, у меня вот в этой моей бывшей тусовочной жизни, я проснулся, у меня какая-то была интересная бурная ночь, и я такой покашлял, думаю, п***ь, все это ВИЧ, минимум, это минимум ВИЧ. Что я наделал? Я больше так не буду. Яду проверяю, все хорошо, я такой, ну все, мы снова играем в русскую рулятку. Так всегда, да. Блин, у меня реально, смотришь, у меня были такое, так нельзя. Но вот, когда я был пьяный, почему-то я думал, ну, лучшая контрацепция, это просто на слово поверить. У меня был такой, прикинь, период, когда такой, у меня ничего нет, у тебя тоже, да, кайф. Это прям суеверие. Ну, это прям какая-то... Это называется? Какое-то, да, потом, вы понимаешь, покрестились, взялись за руки, пошли в поле. Ну, вот как-то вот я не знаю, нет, ну, я понимаю, что все, п***ь, после того, как в театрах и в кинотеатрах, как вы помните, я не знаю, помните вы или нет, стали вот эти вот спид-иглы. Помните, был такой нюанс, и все садились, якобы, я села на спид-иглу, понимаешь, и все начинается, она села на спид-иглу, о, господи, что мы будем делать? Я просто каждый раз, типа, был в загоне, а потом им просто врач сказал, Алексей, ну, это невозможно так сделать, потому что вы же понимаете, что эта бактерия живет там, миллисекунду, то есть ее нельзя вот так вот просто взять, на нее сесть, какой-то был вброс непонятно для чего. То есть как бы то ли для того, чтобы дестабилизировать настроение в общественности, то ли вообще непонятно для чего. А я стою на спид-гвоздях. Блядь. Да. Это очень помогает мне. Мы ходим, да, по этой грани, вот по такой вот, когда вот немножко хоп уже, да, и вот щит-щит, там было море, а тут были скалы. Простите. Мы выбрали, понимаешь, два в куньку, один в куньку, а потом в скалы. Вот. Короче, и... Что? Блядь, не думал словарь свой сделать? Ну, блядь, там потом расшифровку надо будет писать, я не хочу этим заниматься. Я книжку по кулинарии буду выпускать, пи***. Эй. Хочу. Аудиокнижку по кулинарии, пожалуйста, чтобы она вот реально вот так... Надиктовывать? Да не, просто вот поставь диктофон. И как будто ты нам вот рассказываешь все вот это просто... А-а-а, ты такую хочешь, блядь. Готовить мы сделали вот когда мою, типа, готовку. Очень классная задумка, сука, такая сложная в исполнении, в продакшне пи***. То есть ты сначала готовишь из дешевых ингредиентов, потом из дорогих. И у тебя, блядь, в готовке... Здравствуйте, сегодня мы с вами готовим пиццу. Сегодня у нас пицца из такого-то покупного теста за 2 рубля, а здесь у нас за 2,722 рубля, блядь. И сейчас мы сделаем и за 2 рубля, а потом сделаем... А почему это сложно в производстве? Потому что ты готовишь одно и то же 2 раза. И иногда бывают, типа, перцы фаршированные. Сделать, блядь, соус. Сделать, блядь, заготовку под перцы из фарша с рисом. Сделать, блядь, прожарку для них. Все это за одних ингредиентов. Так пускай это кто-то, 2 разных человека этим занимаются. Нет, я этим занимаюсь. У меня нету подменщиков. Я знаю, что такое есть, но просто это немножко не то. Я думал об этом. Типа знаешь, ты такой говоришь своим голосом, как готовить, а там руки темнокожие. Никто не может так изговнять блюдо, как могу изговнять его я, понимаешь? Я подумал, что не стоит. Нет, ты так сказал, просто сложно в производстве. Я подумал, ну, наверное, там надо снимать. Ну, для меня сложно, энергозатратно. То есть ты все это время должен пи***ть готовить. Так-то круто, круто. А снимаем пулами же. И ты, получается, типа, готовишь там 3 блюда, а на деле ты готовишь 6. И тебе нужно постоянно о чем-то говорить. Самая прелесть потом дать людям есть. Пускай угадывают. Кто из дорогого, кто из дешевого. Пошел я. Эльдар, знаешь, пошел т***, потому что все уже программа продумана и продана. Давайте не будешь накидывать своих. Идеи, возможно, это будет продакшн, блядь, тогда мы снимем. А сейчас пока нет. Нет, это хорошая идея. Да, кстати, это хорошая идея. Я об этом не думал. Возможно, делаю это во втором сезоне. Да, это норм тема. Согласились. Слушай, это же самое интересное. Это как со страйком, блядь, у тебя история. Когда ты даешь в х***е бокале какой-то коктейль, они такие, вау, что за чудесная. Такая, по-моему, идея где-то уже есть на пятницу, что ли. Напиток. Ну, по-любому есть. Таких много. Таких много. Сейчас же что-то новое придумаешь, знаешь, все уже... А невозможно придумать формат и украсть формат, потому что это, ну, по определенным канонам снимается такая история, просто разные касты, какие-то свои плюшечки. Там условно даже шоу по хатам Гурама Амаряна, это все еще по хатам MTV, смешанное с прожаркой, потому что он прожаривает твою хату. Я сейчас тоже меня, мы обсуждаем, чтобы сделать такое со мной, типа, у нас будет два ведущих, я, типа, и сэр, хм, прикольно. Не, слушай, а давай формат, формат, где просто обсуждаем разных людей. Фотография, и просто... Типа, они хотят, типа, доброго и плохого полицейского к вам. Типа, они говорят, ты просто будешь приходить и... Я говорю, слушай, родная, я говорю, все классно, идея супер. Я говорю, ну, можно, пожалуйста, как бы, я буду по настроению это делать, и они так, что... Ты, конечно, квартира, господи, а это что? Кошкин лоток, почему дешевый за 200 рублей? Ну, знаешь, в таком, типа, стиле, я говорю, я не могу так делать, потому что людьми, но все равно потом все как-то общаться, пересекаться. Говорю, давайте не по злому делать, то есть, типа, одна говорит только хорошее, и я вот просто, знаешь, в своем глазу бревно в чужом соринку. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, мне нравятся такие темы, типа, ты созвонишься там со звездами, приходишь к ним домой, типа... Ты же напиваешься периодически, но сильно. Но. Белочка, бывает? Заходят в гости? Слушай, нет, у меня давно не было такого, что Белка прям заходила. У меня бывает такое, что мне что-то там накипело, я думаю, а, кстати говоря, я забыл об этом сказать, и думаю, сейчас я и скажу. И у меня начинается, так, открываем первый контакт, значит, послушай сюда, знаешь, отправили. Потом, знаешь, кому-то еще, кому-то еще, кому-то еще. Рубрика мем, я не договорила, вот это вот все. У меня бывает такое, но давно-давно этого не было. А у тебя есть какой-то определенный случай? Да нет, ну, я видел в разных состояниях. Ну, ты же понимаешь, Белочка у меня бывает, я вот так вот, понимаешь? Сейчас ты с Юлькой на кухне слушаешь свою демку, а потом он просто, я говорю, Нальц, какого он это делает, давай его отбиваешься. И все, вот так вот история вот так вот начинается. Это я не застал, да. А что ты самое дикое делал по пьяни? Из-за того, что можно рассказывать? Блин, ну, самое жесткое, конечно, что я сейчас вспоминаю, это когда я раздеваю себе пол лица об зуба. Это жестко или нет? Об чьи? Об свои. Как? Я иду в маминой накидке Фензи на жестком круизе, ну, как бы, то есть, этот самый концертный зал Аврора, знаешь, в Питере. Да. И там есть такой парапет, как бы, понял, да, откуда свипки, когда отходишь, и там есть такой парапет. И я иду и думаю, а дальше асфальт, как бы. И у меня вот так задвигается нога, и я прям с этого парапета, вот так на асфальт, наверное, там сколько метров, я не знаю, метр, там, наверное, есть, типа, как бы. И я просто беру и на***, вот так вот, с зубами передними, на асфальт, у меня ра***, вся верхняя губа, я в полнейшем асфальт, и я думаю, так, делай вот так. Понимаю, что язык просто, как бы, между, знаешь, так проходит, я думаю, за***. Так, а у меня, я в говно, как бы, мне по***, ребят, я говорю, че, поехали дальше тусить, я говорю, че, там, у кого-то там кто-то остался, я говорю, давайте. Он говорит, Леша, мы не едем дальше тусить, я говорю, да нормально, заживет. Нет, Леша, посмотри на это, я смотрю, у меня, п***, у меня под тональником уже все синее до носа, я говорю, еду в больницу, приезжаем в больницу. Вы пьяный, я говорю, я пьяный, мы вас не возьмем. Я говорю, сука, мне было тогда 15 лет, я говорю, я телеведущий, я говорю, ты знаешь, где работаю? Я говорю, ты знаешь, что с этим лицом, если что-то будет, тебе п***. Мы не можем вас взять, вы пьяный, мы даже не можем вам сделать наркоз, я говорю, давай без наркоза, я говорю, давай делать что-нибудь, давай делать уже, наконец. Я приехал в самую дорогую частную клинику Питера, бываливаю вот так вот котлету, говорю, так, я готов платить, помогите мне только, знаешь. Ну и че, в итоге, меня положили, я только положили, я сразу отключился. Мне просто клеем склеили весь рот по частям, я просыпаюсь на утро, вызывают, разумеется, моих родителей, потому что люди не понимают, что со мной делать. Там один день стоит, как пол моей жизни, как бы, а операция сделана, как бы, деньги-то на операцию, возможно, есть, но там не достает. Мне пришлось звонить, чтобы мне привозили еще денег, потому что такие какие-то суммы были немыслимые, ну, то есть, как бы, там клиника просто ВИП. Мы вот это все сделали нормально, но тем не менее. И я, значит, просыпаюсь, у себя уже дома, я ничего не понимаю, что происходит, я понимаю, у меня дикая боль, просто тотальный пи***. У меня где-то есть фотография даже этого. У меня просто, типа, вторая голова вместо рта, и у меня там внутри огромное скопление крови какого-то ада, и все склеено, и я не умею говорить. Мне в школу идти. У меня пробная гиана. Мне, понимаешь, мне сейчас вот эта вот вся шалупонь на моем лице, она мне так не к месту, это все течет, что-то там, понимаешь, надо еще будет это вот все там поддерживать, не дай бог. Какой был пи***. Заживала долго так просто. А, мне еще нужно шлифовку над верхней губой сделать. Но это, пожалуй, самый такой жесткий случай, когда я просто, знаешь, реально о**ал от жизни. Просто в целом. Я понял, что, Леш, там, оказывается, ходить нельзя. Ну, то есть, знаешь, как бы, я теперь для себя знаю, выходишь из випки Аврора, налево мы не идем. То есть, как бы, знаешь, меня научили. То есть, я теперь знаю. Там до сих пор нет никакого забора, свет до сих пор так падает, как будто бы, знаешь, какая-то такая снежная равнина. На самом деле полный пи***. А, ну и что? А, б***ь. У меня еще другая история, как мне сломали нос. Б***ь. Это история высшая. Это было два года назад. Я об этом не рассказывал еще. Значит, полный пи***. Все нажрались просто в говно. В АДВ. И я приехал на чужой день рождения. На чужой день рождения, куда меня позвали. Ну, как бы, то есть, меня изначально туда не звали. Я просто туда заехал. Ну, я, разумеется, на полном фарше. Б***ь. Добрый вечер, б***ь. С вот этого вся ху**а, знаешь. Вот. Ноги от головы, б***ь. Мы в мини. Вот. Я залетаю. Всем здрасте, б***ь. Я Настя, рубрика. Здорово всем в хате. Вот, кто главный. Всех поздравляю. А потом жена нашего товарища ловит белку адскую. То есть, как бы, на ровном месте. Ловит адскую белку. Подходит к мужу, начинает плакать. А мы с ней даже не разговаривали. Подходит к мужу, начинает плакать. И говорит, то ли она ему сказала, что я ее ударил. Короче, какая-то такая. Ну, там, знаешь, тотальный типа вообще. То есть, человек в вауте. Вот. И этот чел ко мне подходит и говорит. Ты что моей жене сказал? И я говорю, я даже не знаю, кто ты. И он просто берет мне. У меня отлетает немножечко носик. Сзади стоит моя лучшая подруга. Она берет стул. Вот так вот. Его, б***ь. Я думаю, так. И никто не понимает, потому что уже все разъехались. Остались только какие-то единицы. И там никого нету, кто мог бы остановить его, б***ь. Мы спускаемся с моей подругой в туалет, чтобы типа вызвать такси или что-то. Нету связи. Мы стоим. Я говорю, Маш, это просто идиотизм. Я говорю, ну, нам нужно выйти. Он ломится в дверь. Связи нету. Мне не позвонить никому, не попросить, чтобы мне приехали, помогли. Все как в фильмах, знаешь. Я понимаю, что это реальность как бы. Никому ничего, никак. Маша стоит с своими вот этими вот бычьими глазами. Такая, понимаешь, что делать. Я говорю, Маша, я тоже не понимаю, что делать. Я говорю, давай просто придем в себя. Нос как бы, знаешь, вот так вот стоит. Я не вижу этого, разумеется. Я думаю, б***ь, какой п***ц. Что ты думаешь? Мы выбегаем на улицу через черный ход. Он за нами там что-то пытался нас найти. Мы выбегаем на улицу через черный ход. Мы садимся в тачку к чеченцам, а чеченцы в рекомендациях смотрят мое видео с Аленой Блин. И они разворачиваются оба. Одна-единственная машина на всю площадь. Именно в нее мы садимся с Машей. И они такие... А мы вас смотрим. Я говорю, ребят, пожалуйста, довезите меня до больницы. Я говорю, просто умоляю вас. Я говорю, у меня, типа, сумка, все, ничего в себе нет. Я говорю, просто, пожалуйста, довезите меня до больницы. Я не знаю, до какой, просто до какой. Они меня бесплатно довезли, проводили. Типа, все, все, не переживай, все нормально. Типа, ну, выключили мое интервью. Я говорю, можно, пожалуйста, я сейчас не буду это смотреть? Я говорю, пожалуйста, у меня другая ситуация. А что, как так получилось-то? Я говорю, блядь, я тебе сейчас все расскажу. Мы едем, я рассказываю, рассказываю. Крой в клещ, я все, приезжаю. И она говорит, мы вправлять вам ничего не будем. Потому что вы, опять же, выпившие. Я говорю, да еб твою мать, что ж такое это постоянно у меня за проблема? Она говорит, будете писать заявление? Я говорю, а я буду писать заявление. Я написал заявление. На следующий день мне звонит прокурор, говорит, здрасте. Вы придете? Я говорю, здрасте, я приду. И все. Потом, что по итогу? Мы договорились с ним. Ну, там как работает? Там работает следующим образом. То есть, если ты пишешь заявление, если ты даешь меня в еб... Я пишу заявление, оно начинает уже быть на рассмотрение, ты не можешь его забрать обратно. Нет такого варианта у тебя вообще. То есть, все, дело запущено. Человеку, который тебя ударил. То есть, как бы странно это ни звучало, но это же самая жесткая статья, на мой взгляд, у нас. Типа, вот просто в какую-то вот махачку. Если подаешься, типа, мне причинили вред. Вот. Вплоть там до подсидки, как я понял. Ну и, короче, разумеется, он понял, что, типа, немножко быканул на меня. Я уже как бы подал заявление. Мы приходим как бы с адвокатами. А заявление не забрать. И выясняется, что два человека, которые работают... Не прокурор, они называются, которые работают, сидят, забирают заявление. Два мужчины вот сидели. Я не могу понять, как они называются. Следователи, наверное. Два следователя, да. Два следователя, их жены меня смотрят. И я говорю, мы можем закрыть дело? Мы уже по-обоюдному решили. Они говорят, вообще нет, ну ладно, мы, типа, из серии знаем. Типа, супер, жене привет передадите. Я говорю, слава богу. Потому что так в целом, куй заберешь. Если ты уже решил написать, все, вообще ничего не получится. Я не знаю, почему так. Но бывает же такое, что люди просто решили, типа... Или, возможно, знаешь, что я думаю? Может быть, они специально сделали так, чтобы вдруг на меня оказано было какое-то давление. И я под давлением, типа, забираю под страхом, чего-то, и поэтому они не разрешают забирать. Может быть, в такой ситуации. Может быть, поэтому. Ну и все. 2014 год. Москва. Клуб 7. Концерт Ника Черникова. И мы пришли с моей девушкой. Там были ребята, все наши знакомые. И был Дмитрий Широкоис. Это Левин из интернов. О, знаю. Левин из интернов. Я такой, о, привет, рад тебя видеть. Это был первый чувак серии, который, типа, интегрировался в блогерскую движуху еще в 14-м году. Никто. И мы сидим с ним, выпиваем, общаемся. Пойдемся. Он сейчас где-то то ли таксистом, то ли строителем работает. И где-то видел это. Ну, где-то в Лондоне, условно. И мы общаемся, выпиваем, все здорово, на таком братском. И ко мне подходит моя девушка и говорит, слушай, он ко мне катит. И в какой-то момент он начинает это делать на моих глазах. Я говорю, бро, это перебор. Во-первых, это некомфортно ни мне, ни ей, что ты это делаешь. Как оказалось, потом у него был такой прикол по пьянию. Он подкатывал к девушкам, у которых есть парни. Мне об этом говорил и не Федов потом. Это супер. Не, не Федов, и еще кто-то. Свинкер такой. Ну, типа, и в какой-то момент он продолжает это газовать. Я ему на таком, типа, на улыбке, но на напряге говорю, если ты продолжишь это делать, я тебе у***ю. Он продолжает это делать. Я говорю, блин, ну я за тебя предупреждал. Я ударяю его, нас начинают разнимать, все. Мы в разных углах гримерки. На взводе я готов драться. Ну, успокаиваюсь. Дальше что-то пьем. Концерт. Пришла как раз. Рыжая из Рани, так, блять. Жень Огурцова. Да, 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 да. Все. У нее там что-то. А Лера Ранетка где была? Да, вот не знаю. Ну и хуй с ней. И все, как бы, кончается этот концерт. Я стою пьяный на улице. Со мной рядом Аня Марджера. А Женя, это где? Мне интересно только она. Где она? Вот, это просто персонаж второстепенный. А, понятно, то есть она на панке. Я стою возле этого клуба Севен. Выходит шесть или семь охранников. И за ними широко есть Левин из интернов. Ну, я вот такой. Он такой. Это он меня ударил. Подбегает резко. И со всей силы прям летит в меня. У меня все в крови. Вот так вот. Я такой. Сука, я тебя убью. И я иду в клуб. Он прячется за охранниками. Охранники тоже такие. Стоп, стоп, стоп. Иди сюда. Иди сюда. Он говорит. А че ты? Ты первый меня ударил. Это ты меня ударил. Я говорю. Я убью тебя. Проходит неделя. А, вот. И я такой. Все, поехали домой. Аня Маржера, организатор, говорит. Эльдар, поехали, сделаем снимок. Я такой. Просто кровь. Мужик. Он говорит, Эльдар, поехали, сделаем снимок. Вдруг че-то там плохое. Мы едем в травму, делаем снимок. У меня что-то там смещение. Ну и все. Проходит неделя. Мне звонят на мобильный телефон. Здравствуйте. Это участковый по такому-то такому адресу. Я говорю, это где клуб 7? Да. На вас написал заявление широко СД. Я говорю, написал заявление? А за что? У него ушибы. А у меня перелом. Приезжайте. Я приезжаю, говорю. Алло, Аня, такая хуйнянка. А я тебе, сука, говорила. Надо делать снимок. Надо делать снимок. Мы хватаем снимок. Я приезжаю, говорю. А что сделать на меня заявление? Ну, пишите. Пишите, типа, ответное заявление. Я читаю его заявление. У него еще фигурирует телка, которая с ним была. Там, типа, как свидетель. Я думаю, сука, еще и ты туда полезла. Как неприятно, блядь. И я пишу ответное заявление. И все. И как бы эта история забывается. Все. Я часто думаю о левине из интернов, потому что одна на зря у меня до сих пор хуже дышит. А мне сделали септопластику. У меня теперь все идеально, блядь. Я вот думаю, а можно мне сделать такую штуку? Просто чтобы выровнять. Да. Септопластику вообще заебить. Я вообще... Я боюсь всех операций. Башка вообще не болит больше. Потому что когда у тебя попадает в одну часть мозга больше воздуха, а в другую меньше, у тебя начинает он немножко тупить, блядь. А я просто... Ну, сейчас у меня насморк, потому что болеет. Но, типа, в целом вообще супер. Я вообще в шоке от того, как... Это как ксенотерапия, только, блядь, в постоянном... Круто. Я вообще в шоке от того, насколько организм... Ну, типа, я прихожу, говорю, шея болит. Такой, ты ходишь неправильно. Такой, да ёпт твою мать. А ты знал, что нельзя, чтобы не было хотя бы одного зуба во рту? Почему? Всегда должны быть зубы. Потому что зубы это костный скелет. И дальше, когда у тебя смыкаются места, где у тебя должен стоять зуб, у тебя начинают смыкаться задние части твоего костного этого, и у тебя начинают образовываться грыжи, блядь, всякая эта хуйня. И всё. Я шеи не могу поворачивать, потому что сделал винировый. У меня поменялся прикус. Я сейчас лечу эту штуку. У меня две грыжи в спине. Похуй, жду когда-то растут, чтобы ёбнуть их. Бля, пиздец. Ходите, ходите, ходите. Подкаст после 25-ти. Сейчас будем выёбывать с рукава, что? Давай, встал. И у меня диабет. Улыбки. Жожди. Я говорю, типа, давайте походим на ФЛК. Лечебная физкультура. Я говорю, что такое, блядь? Она говорит, ну, вы будете приходить, мы будем вот так вот с вами делать, вот так вот. Я говорю, женщина. Я говорю, блядь, я буду приходить сюда, мы будем так вот с вами делать. Я говорю, вы что, не в себе, блядь, реально? Я говорю, мне делать больше. Я говорю, какой другой вариант? Я говорю, быстро. И мобильнее. Ну, подождать, пока порастут. Я говорю, долго ждать-то, ёбка мать? Что для этого надо делать? Кальций поесть побольше, чтобы они быстрее нарабатывались. Я говорю, вы знаете, мне никогда таких вопросов не спрашивали. Я говорю, всё, когда-то бывает первый раз, сладкое моё. Я говорю, что в итоге? Она говорит, ну, ждите, пока растут. Я вот жду, пока не растут мои. Знаешь, я как дерево. Жду, пока растут грыжи, чтобы потом их чикнуть и заново жить. Блин, ну из того, что я слышал, конечно, грыжи не стоит чикать без крайней необходимости, потому что ты никогда не забудешь о том, что ты их вырезал. Потому что, ну, короче, спина не будет в идеальном состоянии после операции. Она будет все равно болеть. Самое лучшее, самое лучшее, что можно сделать, это реальное ЛФК. Блядь, да. Короче, вот в какой-то момент, вот сейчас я пришел к тому, что, сука, ну надо, надо делать эту разминку каждое утро, полчаса уделить время. Потому что раньше я такой да нет, я, у меня деньги, я что-нибудь пойду вылечу, блядь! Ну нет, вообще, ну я бы завел себе привычку делать, растяжку хотя бы, и нормально, жить качественно улучшилось. Это, блядь, рано или поздно ты приходишь, и лучше, конечно, рано к этому прийти. Слушай, я буду всем этим заниматься через пять лет. Давай. Сколько у тебя сейчас? Ты на два года? Мне 27. И у меня такой план, значит, я сейчас покупаю себе квартиру, потом покупаю себе загородный дом. В загородном доме у меня живут люди, персонал, который убирает дом, я готовлю, я фея крестная, а за мной убираются. Потому что я обожаю готовить, я ненавижу убираться. Я сразу по рации. Здрасте, здрасте, как у всех людей, знаешь, кто живет в домах. Здрасте, здрасте, придите, уберите, все. Да, спасибо большое. Это очень кайфово. Да, и у меня там будет жить, блядь, и этот тренер будет ко мне приезжать, который будет меня дрочить там, блядь, раз в две недели, понимаешь, с этой вот, со всей хуйней. Я сам это не могу, не мое это. У меня у хорошего моего друга человек 18 или там, сколько я не знаю, как раз, охранники, повара, уборщики, есть как бы дом отдельный для них, где они живут. Блядь, как было бы круто. Я вообще в целом готов сделать все, чтобы ничего не делать, понял? Чтобы жить, как в отеле, когда ты пришел, у тебя всегда чисто. Бля, это просто так хочется, вот этого уровня комфорта. Какой ты себе не сделаешь здесь такое? А куда я здесь поселю кого? У тебя очень странно спланирован дом, я до сих пор не понимаю, как это вообще такое получилось. Как это ты заходишь, блядь, со входа, у тебя сразу спальня, а где гостиная? Вот это, я сделаю из этого гостиную. Нет, очень странно спроектирован. Он одноэтажный? Двух. А что на втором-то, блядь, этаже? Спальня, студия, кабинет. Ну, типа, гостиную у тебя вообще нет. Нет гостиную, да. Типа, люди просто приходят сюда ложатся спать, они не сидят, типа. Здесь такая семья сложная, типа, знаешь, интровертов такая, типа. Мы приходим и сразу спим. Поешь изюм, я купила тебе казинаки и орехи, спасибо. Будешь чай? Из-за... Понимаешь? Вот что-то такое. Ну, вот как бы просто в целом. Да? И все. То есть, как бы, мы просто едим и идем спать. А где мы сидим, как бы, где мы чилим, где мы прикалываемся? Вот да, вот это не предусмотрено. Буду переделывать. Странная хуйня. Ну, блин, зачем переделывать не в своем доме? Ну, я просто всегда живу не в своем доме, и потом в какой-то момент я придумал, что... Возьми ипотеку, будь со мной в тусовке. Пока ты молодой. Потом у тебя, понимаешь, будет еще... Ну, мам, ну хватит! Потом будет диабет, потеря сознания, грыжа, понимаешь? Так и проживешь свою жизнь. И все. В темном доме. А то он скажет, мальчик, ты не устал, блин. А ты... Я уже не мальчик. Все знакомые друзья, кто купили себе дома, сейчас иностранные агенты, и не... Что делать с этими домами? Ну, будешь сдавать. Ну и все. Пассивный доход, на... Ну, я не планирую становиться, конечно, иностранным. Ну, вот именно. Поэтому будешь жить, и все, и не тужить. Блин, ну я подумал. Каждый месяц ты плачешь, например, 350 тысяч за снятие квартиры или дома, а прикинь, как приятно, когда ты открываешь банковское приложение и сразу же пересылаешь деньги в свою квартирку. Ты так берешь, так чик, и там сразу же, знаешь, ипотека, задолженность осталась. Как приятно, блядь. Как же приятно. Плюс говорят, что нужна кредитная история, что это вообще крутая тема. У меня нету... У меня, короче, всегда вечно как-то меня проносят какими-то вообще непонятными путями, потому что у меня нету этих самых... У меня нету, ёб твою мать, как же это называется? Да! Трудовая книжка! Я вообще в жизни своей, типа, ну у меня ее нету. Я не работал ни разу, нигде. У кого-нибудь, пацаны, есть трудовая книжка? У тебя есть трудовая книжка? Электронная трудовая книжка. У вас есть у всех трудовые книжки? А у тебя? У тебя есть? У меня нет. Я вообще такой... Это же тоже словосочетание такое. Ты когда приходишь в банк, они такие, ваша трудовая, я говорю, а я не работаю. А если у меня ИП, это, ну, мне нужно... Да, понимаешь? Мне нужна трудовая книжка с ИП? Там сложный, вот... Даже аттестат сжег на видео, типа, какая трудовая книжка. Господи, не говори это. Да я дурак. Аттестат сжег на видео? Мальчик, ты играешь с каким-то огнем, блядь? Мы буквально... Ты что, не любишь наше образование, блядь? А это же, на самом деле, это же... Я же хуйня сделал, да, с точки зрения закона? Уничтожив документы. Не, ну, по идее, его можно восстановить, архивы-то есть. Мало ли. Я просто подумал, что это лучше... Не, ну, если ты каждый документ, чтобы не больше его восстанавливать, то ты долб... в целом. Ну, есть такое. Слушай, я раз в год стабильно, блядь, обязан выкинуть. Вот мы в компании Клик-Клак, иногда я прихожу, они такие, ты что опять сделаешь? Я такой... Ты даже уже не бухаешь, Ильдар. Да, да, я трезво могу, блядь, выкинуть. Я хуйня в этом зоопарке, блядь, понимаешь? Ну, а какую-то последнюю хуйня сделал? Какую-нибудь жесткую. Ну, прям жесткую. Ну, нет, последнюю, вот какую-то раз в год стабильно. Вот что вот ты выкинул в этом году? Ну, я же рассказываю... Обоссал бомжа? Ну... Ну, нет, рядом такой не сделал. Нет, ты пьяным так... Нет, об этом нельзя... Я частично рассказывал там, что я сделал. Да. Стабильное какое-то хуйня сделал, а потом такой, блин, я не знал. А я такой думаю, блядь, ну, на самом деле, все же, потому что ты знал... Да, ты просто живешь одним днем. Я просто слишком откровенный, ну, понял? Типа, подкаст еще, это формат, в котором, типа, можно каждую неделю... Меня либо отменяют за что-то... Тебя отменяют? Ну, типа, знаешь, как-нибудь приходят тикток войска. Культура отмена, блядь. Да, да, тикток войска приходят такие... Янчик сказал про девушек плохо, а Джарахов сказал ха-ха-ха, отменяем их. Как это происходит? М? Как это происходит? Да просто тихонько, это все, вообще... Целую неделю чуть больше комментариев, да? Ну, да. Поднятие актива? Да. Так это получается неплохо? Ну, в какой-то степени. Черный пиар тоже пиар. Вообще, да. Вообще, п***. Есть хоть один пример вообще человека в России, которого прямо отменили именно публично? Не государство? Ну, Реген Татаренко. Реген Татаренко очень жестко отменили. Лютно. Я вообще не знал, что у нас в стране такое возможно. Ну, ее вроде как тоже поотменяли, потом она извинилась. Она сейчас работает? Нет, ты знаешь, ложечки нашлись, а осадочек остался. Да. Как бы... То есть она работает? Настолько жестко расфорсили этот конфликт, настолько люто его расфорсили. Забрали награды, отменили рекламные интеграции. Ну, как бы, на моей памяти, она самый жесткий человек, которого реально жестко разъебали. Я на тот момент подумал, господи, мы живем в Америке, как будто бы. Ну, как бы... У нас не отменяют даже Марата Башарова, типа. Ну, потому что видео не было просто, по-моему. Или было. Марата Башарова. Ну, это уже тоже человек-мем, что он, типа, жену убьет или кого-то. В общем, каких-то женщин. Слушай, я могу тебе сказать, что вот из самых таких, да, которых вот отменили, да, это вот она. А есть кто-то, кого бы ты отменил с удовольствием? Просто из вредности. Да. А там список просто уже сгенерировался. Кого бы начать? Кого бы я прям отменил, так за... Эти орехи нахуй я просто не могу. Просто уже, знаешь, как будто зубы скрошил в пи***ю. Так. Слушай. Ну, понимаешь, вот так вот скажешь, кого обменить, а потом какая-нибудь понадобится помощь. Это не дипломатично. Конечно, да хуй, я бабосал их и сжег. Я просто не в той категории людей, которые это говорят. Я со всеми здороваюсь. Я говорю, здрасте. Опять же, я Настя. Вот, понимаешь. Все как бы, все нормально у нас. Все весело, все чинно, все классно. Потом я наше убиваю. Я говорю, блин, вот эту вот суку, конечно, вот, б***ь, я бы ее боссал. Понимаешь? Или его там. Но из таких вот прям, чтобы это... Ты знаешь, у меня никого нет. Есть люди, которые меня раздражают до три сучки просто своим существованием. Такие есть. Просто вот какой-то, знаешь... Я думаю, что у нас есть даже общий какой-нибудь такой тип. Да, сто процентов. Тип или как это? Парень или девушка? Типесса. Типесса, да. И типесса есть, да. Есть люди, которых я просто смотрю и думаю, господи, почему? Скажи мне, что такое? Вот. И знаешь, есть люди, которые на самом деле там пишут, раздрачиваются там типа из серии вот, надо сказать, надо обязательно, чтобы мое мнение спрашивали. Я говорю, ребята, ваше мнение интересует только вашу маму с папой на кухне дома. И то не факт, б***ь. Поэтому никого из общественности ваше мнение не интересует. Вы пукнули? Вы пукнули, да? Все супер, все здорово, все классно. Проблема только в другом, что у каждого человека есть какие-то свои определенные связи. И потом вот могут пукнуть так, что лучше не надо. Какая-нибудь даже лоховская история, знаешь, какой-то лоховской челик потом позвонит кому-нибудь. Ну, просто отменит себя везде, б***ь. Ну, ты прям человек, у которого, судя по тому, как ты себя ведешь, все потрясающе с самооценкой. Да я не знаю, почему все об этом говорят, б***ь. У меня там все так же, как у всех. Я просто так себя, видимо, преподношу, не знаю. Но в любом случае, в любом обществе, как ты себя поставишь, так тебе б***ь будут, ты же знаешь, б***ь. Вот. Видимо, я себя так поставил, что у всех какая-то непонятная, всем кажется, что я там просто считаю себя, понимаешь, ну, какой-то просто персоной, лепленной красоты руками Зевса. Понимаешь? Нет, у меня такого нету. Я так же полнею, так же худею, так же в кадре выгляжу, как блин, понимаешь, так же делаю себе какие-то уколы, надеюсь, что станет лучше, но лучше не становится. Поэтому нет, такого у меня нету. Самооценка у меня, она проработанная с моей точки зрения в том плане, что я для себя понимаю о том, что у меня я не проснусь Ириной Шейх. Я всегда говорю, я не проснусь Белоснежкой, у меня не будет гномов, б***ь, понимаешь? Ну, типа, я не проснусь в королевстве, я буду, вот я есть я, я есть у себя, всё. У меня нет других людей, других вариантов. Я могу либо впадать в какую-то истерию, депрессию, невротизм, б***ь, и уходить какое-то, на какое-то дно лежать и думать, господи, может быть, завтра станет лучше. А могу просто жить и, понимаешь, либо как бы мы в топе, либо мы в жопе. То есть вот этот момент, нужно быть на балансе. И нельзя ни в коем разе себя загонять в такую хуйню, что вот я, типа, там, чмо, или я, там, такой-то плохой, или люди меня не любят и так далее. Люди, которые захотят, не будут с тобой. Люди, которым ты нравишься, они будут тебя любить. Нельзя понравиться всем, потому что ты не бабки. Бабки всем могут понравиться. А если у тебя есть бабки, ты тоже можешь, в принципе, всем понравиться, но не на полную меру, ты же понимаешь. Ты плачешь, б***ь, те люди танцуют. Так всегда было. Вот, но в целом ты не можешь всем понравиться, потому что ты не бабки. Только бабки всем могут понравиться. Если бы я был бабками, я бы нравился всем. А так, кто-то любит, кто-то в жопу целует, кто-то там, понимаешь, нахуй шлёт. Это нормально, это же общество, да? Вот, поэтому это норма. Я хочу, б***ь, с немного малины. У тебя есть какие-то комплексы вообще? Ты знаешь, раньше они у меня были, я сейчас думаю, еб***ь, народ. Люди сами себе придумывают эти комплексы. Они, женщины, пишут женщинам то, что у них у самих наболело и горит. П***ь, это у тебя жопа целлюлитная. Господи, какая страшная кожа. Мужчины пишут мужчинам то, что у них наболело. А где ваш член, почему такой маленький бугорок? Ну, знаешь, в таком ключе. Ну, какой-то хейтерский такой комментарий, основанный на своей личной какой-то, понимаешь, такой вот, такой вот нотке, на лёгкой такой вот своей, знаешь, изюминке. И люди сами себе придумывают комплексы этими вот именно комментариями в социальных сетях. Всегда, когда ты заходишь, читаешь у кого-то что-то, ты понимаешь, что по ту сторону экрана сидит глубоко закомплексованный человек, которому просто нет денег, б***ь, на психолога. Потому что психологи хорошие стоят денег, они хорошие, б***ь, не нужны. Вот. Ну, потому что тебе голову не поставят. И вот эти люди, понимаешь, они приходят в комментарии к любому человеку, включая и меня, как к стене плача. Вот. И я говорю, пожалуйста, я могу быть вашей стеной плача. Проблема в том, что мне это, б***ь, я как пошёл, как сумочку себе купил, понимаешь, какую я захотел, как вот в салончик сходил, как бы вот у меня от этого мне не холодно, не жарко, я могу быть жирным, страшным, б***ь, каким угодно, мне насрать, вообще, б***ь, понимаешь? Главное, что я живу достойно для себя и в своих понятиях, в своих мерках. А на остальных людей мне глубоко, б***ь. Ну, то есть, получается, нужно принять себя таким, какой-то есть? Другого варианта нет, Ильдар. Ну, можно, конечно, пойти, понимаешь, в расчёте на то, что ты переродишься там, понимаешь? Но никто в этом не удостоверен. Нужно прожить свою жизнь так, как ты её можешь прожить по максимуму, потому что жизнь одна, понимаешь? И жизнь, конечно, это жопа, но та жопа, на которой ты спишь, может быть разной. Может быть мягкой, насытистой, а может быть просто, понимаешь, скелетообразной, и тут уже выбирать тебе, на какой жопе ты хочешь спать. Вот, поэтому нужно просто принять, что ты, это ты со всеми своими недостатками и со своими, со всеми плюсами, которых гораздо больше, чем минусов, да? Все недостатки в себе замечаем только мы. Вот, даже самые мельчайшие. Я это знаю, это 100%. Но нам кажется, что это все замечают. На самом деле, всем на друг друга совершенно по... Абсолютно. Всем не по... только на себя. А все живут, чтобы своя жопа была в тепле, понимаешь? Все. Хочешь что-то делать, иди сделай. Хочешь продавать мороженое, понимаешь, на Красной площади? Твоя мечта продавать мороженое на Красной площади? Иди обратись в Думу, скажите, ребята, я хочу продавать мороженое на Красной площади. Разрешите мне это сделать? Разрешат, разрешат, не разрешат. Ну, ты попробовал, за спрос не бьют, понимаешь? Зато ты исполнил свою мечту. А стоять и думать, что вот, все будут ходить по Красной площади и говорить, что я продающий мороженое. Ну, понимаешь? А люди именно этим и живут, что вот Что скажут другие Всем вот в чем проблема И никто не понимает, живя в социуме Что всем друг друга насрать совершенно Все проходят вот так вот, знаешь, типа Ну и все Это все Это потрясающая точка, я считаю Спасибо тебе большое, было просто Супер Я надеюсь, вам понравится, пишите комментарии Ну и всякое такое Спасибо, Жора Спасибо, ребята, было реально очень круто До встречи, увидимся Я давненько так не ржал Это сильно было